Добрый день, уважаемые друзья! Я получил команду, что мы готовы начать нашу конференцию. Я очень рад вас приветствовать во второй день на нашей третьей панели, в которой я буду модератором. Меня зовут Дмитрий Панто, и я приветствую вас из Гданьска. Я очень рад, что организаторы конференции доверили мне такую честь, что я могу быть сегодня с вами в двух ипостасях в этой панели. Я буду вас модерировать, а в четвертой я буду представлять тоже свой доклад. Хотел бы напомнить о том, что вопросы мы собираем в течение всех наших выступлений и отвечаем на них в конце. Пожалуйста, подписывайте свои вопросы, чтобы нам было удобнее потом рассчитать не с никнеймов, а только с вашей имени и фамилией. И также хотел бы просить вас придерживаться регламента, чтобы 15-минутное выступление, потом я, к сожалению, буду вас перебивать, чтобы мы совсем много не потратили времени, потому что она очень сильно растягивается в этих онлайн-конференциях. Поэтому всем нам желаю удачной утренней сессии и приглашаю к докладу первого нашего участника, Александра Черкасова, из Правозащитного центра «Мемориал Москва». Название выступления «Цепь войн», «Цепь преступлений», «Цепь безнаказанности» стрелков и шефцов. Пожалуйста, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Я буду говорить о людях, которые сейчас, можно сказать, в центре внимания или должны быть в центре внимания. Сейчас продолжается процесс по поводу уничтожения «Боинга» 777 17 июля 2014 года над Донбассом, когда погибло 298 человек. Один из моих героев проходит на этом процессе обвиняемым. Второй там прямо не фигурирует, хотя они в это время, в июле 2014 года вместе руководили силовыми структурами так называемой Донецкой Народной Республики. Один как министр обороны, в кавычках, а другой просто курировал силовые структуры. Но встреча этих двух персонажей, Игоря Стрелкова и другого человека, которого на тот момент звали Владимир Антюфеев, произошла значительно раньше. И их биографии символичны, потому что указывают, что история последних 30 лет Советского Союза и постсоветского пространства, она едина, и ее нужно рассматривать именно в таком контексте и с точки зрения, между прочим, уголовно-правовой. Итак, Шевцов. Почему Шевцов? Потому что Владимир Антюфеев долгое время существовал для всего мира как Вадим Шевцов. По крайней мере, с сентября 1991 по август 2001 года. Стрелков. Собственно, такого человека нету. Игорь Иванович Стрелков – это псевдоним Игоря Всеволодовича Диркина. Литературный псевдоним и не только. Что это за люди? Пожалуйста, на экран фотографию номер один. В центре мы видим статного мужчину, который дает инструкции младшему по званию. Это куратор Рижского ОМОНа 1991 года, тот самый Владимир Юрьевич Антюфеев. Он руководил этой структурой, которая, по идее, должна была подавить независимость Латвии. Все помним стрельбу в Риде в январе 1991 года. Но мало кто помнит, что стрельба в Риде была и в августе 1991 года. Погибли несколько человек в микроавтобусе, после чего Владимир Антюфеев был объявлен в розыск парения Интерпола. Но и он, и другие ОМОНовцы из Латвии и Литвы выехали кто-то в Россию, кто-то в Приднестровье, которое тогда было не контролируемым анклавом и обеспечивало некоторую безопасность. С декабря 1991 года Владимир Антюфеев руководит структурами МВД и госбезопасности Приднестровья. Почему Вадим Шевцов? Потому что он скрывается от интерполовского розыска. Он уходит на нелегал, по сути дела, он существует под псевдонимом. Другой наш герой, Игорь Диркин, он же Игорь Стрелков, в это время учится в историко-архивном институте в Москве. Увлекается исторической реконструкцией, но защитив 15 июня 1992 года диплом в историко-архивном институте, будущем РГГУ, он через три дня уже оказывается добровольцем Приднестровья и воюет там. Участвует, между прочим, в задержании группы диверсантов у Дубасарской ГЭС. Это так называемая группа Илашку, дело, против которой фабриковал Шевцов-Антюфеев. Это то дело, за которое Россия потом сотни тысяч евро выплачивала по решению Старазовского суда. Абсолютно фальсифицированное дело в формулировке, достойное больших процессов 30-х годов. И Антюфеев задерживается у нас здесь в Приднестровье на 20 лет. Он руководит здесь Министерством безопасности и, казалось бы, ему ничего не угрожает. Биография другого персонажа у нас гораздо более интересна, потому что Стрелков у нас, повоевав в Приднестровье, затем перемещается в конце 92-го года на Балканы и воюет там с сербской стороны до весны 93-го, о чем впоследствии издает боснийский дневник. Потом служит в армии, а потом в конце 90-х он становится известен как журналист. Вот журналист газеты «Завтра», бывший день. Дайте вторую фотографию на экран. На этой фотографии у нас Гюркин Стрелков на Балканах. И он известен под этим псевдонимом Стрелков, но мало кто знает, что кроме того, что это его журналистский псевдоним или литературный псевдоним, это также его оперативный псевдоним как офицера Федеральной службы безопасности. Потому что с конца 99-го года и по 2005 год он, как офицер Федеральной службы безопасности, является таким, ну, как у нас «Тихий американец», была такая книга про эскадроны смерти во Вьетнаме. Вот «Тихий русский», он координирует работу по нелегальному задержанию, похищению жителей Чечни, подозреваемых в участии в вооруженном подполье. Дальше они исчезают, то есть их пытают, убивают, скрывают тела. Откуда мы это знаем? Ну, отчасти из нашей работы по поиску людей. Как минимум в шести случаях свидетели называют его участником таких похищений в Веденском районе Чечни. По одному из таких эпизодов вынесено решение Страсбургского суда осенью прошлого 2019 года. Эффективна ли это его работа? В какой-то степени да. По крайней мере, две сестры человека, похищенного стрелком, или при его участии в 2001 году, в 2004 году себя проявили. Одна взорвала вместе с собой самолет, взлетевший из Москвы, взлетевший в Волгоград, а другая участвовала в группе террористов, захватившей школу в Беслане. То есть, скорее, его работа была контрпродуктивна. Государственный террор способствовал мобилизации в вооруженное чеченское подполье. До 2005 года стрелков там действуют. Имеет огромнейший авторитет среди силовиков. И мы что-то знаем о его действиях, еще и по его собственному мемуару. Он его уже не публиковал, как босни из-за дневника, разослал узкому кругу друзей в своей почте. Каковая почта была взломана в 2014 году, когда он уже участвовал в украинских событиях. Но, правда, это мне бы не придали достаточного внимания. Его публиковали два года спустя в новой газете. Это анатомия работы эскадронов смерти. И более того, удалось после этого установить личности четырех человек, подготовку похищения которых описано в этом рассказе. Тела троиха и одежда четвертого обнаружены в массовом захоронении рядом с Ханкалой, главной базой федеральных сил в Чечне. В 2005 году Стрелков якобы уволен из органов безопасности, якобы потому что не прошел психологическое тестирование. Не знаю. Дело в том, что параллельно он занимается делом своей жизни исторической реконструкции. Он огромный авторитет в среде российских реконструкторов, патриотов и так далее. Одно из любимых мест проведения таких реконструкторских действий это Крым, реконструкция битвы при Альма, реконструкция битвы при Балаклаве и так далее. А подобного рода сборы это идеальный способ вербовать агентуру. Во всяком случае, в 2014 году Стрелков со своими людьми находится в Крыму значительно раньше, чем началась аннексия Крыма. И именно его люди изображают возмущенное население, которое требует и приветствует российских вежливых людей и которые блокируют украинские базы. Там же находится и Антюфеев. Дело в том, что в 2011-2012 году его покровитель, бессменный на протяжении 20 лет, лидер Приднестровья Смирнов, лишается президентской должности. Шевцова не то чтобы изгоняют, но попытка взрыва квартиры может считаться важным намеком. Он уезжает в Москву. Ах да, он уже к тому моменту снова антюфеев. Дело в том, что Латвия не сделала ничего, кроме объявления его в розыск. И через 10 лет из розыска он снят Антрополовского. Он снова выфигурирует под своей фамилией. Он учится в Москве в Академии госуправления, защищает диссертацию на тему «Деострателические интересы России на юго-западном направлении», становится профессором Академии военных наук и получает должность в Службе безопасности Объединенной двигательной строительной корпорации. И вот с таким бэкграундом он со своими вооруженными людьми оказывается в Крыму тоже зимой 2013-2014 года. И после этого, после этого летом 2014 года его призывают в Донецк организовывать органы госбезопасности, так же, как он до этого их организовал в Тирасполе. На фотографии номер три у нас трое друзей. Стрелков на заднем плане Антюфеев и третий Бородай, премьер-министр Донецкой Народной Республики, между прочим, давний друг Стрелкова и по газете «Завтра», и по «Белому дому» 1993 год «Москва». Ах да, и Стрелков и Бородай были в Белом доме, а Шевцов-Антюфеев посылал своих людей, так называемая группа «Север» преднестровские боевики, которые участвовали в нашей малой гражданской войне в Москве в 1993 году. Вопрос. Если бы Стрелкова после его преступлений, совершенных в Чечне, арестовали, судили, он не был бы инициатором, по сути дела, начала войны в апреле 2014 года, он не был бы министром этой Народной Республики в июле 2014 года, и, может быть, тогда «Боинг» малазийский не был бы сбит. Во всяком случае, причинно-следственная связь между безнаказанностью на протяжении многих лет и даже использованием такого рода людей и последующими преступлениями, она очевидна. Эти две замечательные биографии, обуви остаются действующими политиками, и их держат где-то в резерве на случай чего-то еще непредвиденного. Доказывают, что не стоит рассматривать как отдельные, изолированные события все эти постсоветские конфликты. Личности других персонажей, таких генерал Шаманов или террорист номер один Шамиль Басаев, который долгое время работал в роли российского Вагнера, то есть действовал в интересах России в локальных конфликтах в начале 90-х, или многих-многих других людей, могла бы это показать не хуже. Но вот вам персонажи из актуальной хроники, поскольку сейчас продолжается процесс в Гааде, процесс по сбитому «Боингу». Я уложился, кажется, в 15 минут, да? Большое спасибо за это тоже, за интересный доклад, тоже за то, что вы уложились во времени. И я приглашаю к докладу второго нашего участника, Марата Валиева из Петербурга. Название доклада – Давид и Эрвин Гримы, два последних ректора Императорского Санкт-Петербургского университета. Добрый день, всех приветствую. Скажите, пожалуйста, видна ли моя презентация? Да, все видно очень хорошо и красиво. Тогда приступаю к сению доклада. Мой доклад называется «Давид и Эрвин Гримы, два последних ректора Императорского Санкт-Петербургского университета». На одной из предыдущих конференций мы достаточно подробно рассказывали о фамильной истории семьи Грим. Более чем за 15 лет работы нам удалось восстановить значительную часть фамильной летописи, начиная с появления Грима в пределах Российской империи. Настоящий доклад посвящен судьбам выдающихся представителей этой семьи, сыновьям академика архитектуры Давида Ивановича Грима, двум последним ректорам Императорского Санкт-Петербургского университета. Давиду Давидовичу и Эрвину Давидовичу Гримом. Напомним, что первый представитель семьи, Генри Грим, прибыл в Россию с отрядом колонистов осенью 1764 года из города Гронингена, Соединенных Нидерландов, и основал под Саратовом колонию лесной карамыш. Генри Грим состоял в лесном карамыше форшегером, писарем, шумейстером и фельдшером. Предупреждаю, упреждаю возможные вопросы, комментирую. Форшегер – это эквивалент в нашем привычном понимании староста, а шумейстер – это учитель. Один из сыновей основателя Паволжской колонии, Фридрих Гримм, переехал в Санкт-Петербург и поступил в придворную службу. Он и стал основателем Петербургской линии Гримма. Внук Фридриха Гримма, Давид Иванович Гримм, золотой медалью окончил Академию художеств и в октябре 1955 года за искусство и познание в архитектурном художестве, был признан академиком. Давид Иванович стал знатоком византийского стиля, автором нескольких знаковых проектов, в том числе Владимирский собор в Херсонезе-Таврическом, Тифлийский Александр и Невский военный собор, Великокняжеская усыпальница в Петропавловской крепости и другие. Выдающийся архитектор еще при жизни получил заслуженное признание, был, пожалуй, в тайные советники и награжден высшими орденами империи. В 1968 году Давид Гримм был признан в потомственном дворянце и получил личный герб. Давид Иванович дожил до почтенного возраста и скончался в окружении многочисленной любящей семьи. Прах академика архитектуры был похоронен фамильной усыпальницей Гриммов на Смоленском литеранском кладбище. Переходим к рассказу о судьбах героев нашего доклада, двух сыновьях академика архитектуры, Давида и Эдвина Гримма. Детство братьев протекало в атистической атмосфере. Семья жила в шелжебной квартире дома Академии художеств. Соседями Гриммов был Иван Шишкин, Марк Антокольский, Карл Веник и другие. Квартира Гриммов находилась в непосредственно близости от школы Карла Мая. Неудивительно, что все сыновья архитектора учились у Мая. Давид и Эдвин проявили незаврядные способности. У Давида в свидетельстве зрелости при отличном поведении отмечена особая любознательность к истории и древним языкам и только отличные оценки. Но при этом, что удивительно, нет записи о награждении золотой медалью. Эдвин Гримма окончил школу в 87-м году со средним баллом 4,5 и был награжден серебряной медалью. Несомненное влияние на братьев Гримма оказали знаменитые педагоги школы. Безусловно, демократическая просветительская атмосфера гимназии повлияла на формирование характеров юношей. Всю свою жизнь Гримма сохраняли добрые воспоминания о своей альма-матер. После окончания гимназии братья Гримм поступили в Санкт-Петербургский университет. Давид Давидович выбрал для себя поприще и респруденцию. Вероятно, еще во время учебы у него проявился интерес к римскому праву. После окончания университета Давид был оставлен в УЗИ для приготовления к профессорскому званию. После защиты диссертации некоторое время работал в одном из департаментов с правительством Сената, но карьера чиновника не привлекала его. Он хотел посвятить себя научной и преподавательской деятельности. В 87-м году был командирован в Берлин в качестве стипендиата Министерства народного просвещения для занятий по римскому праву. Около года слушал лекции в Берлинском университете. В 89-м успешно выдержал магистрский экзамен и был назначен на должность приват-доцента Дербского университета по кафедре римского права. К этому периоду относятся знакомства Гримма с семьей Детятиных и связана с этим загадка брака Давида Давидовича с Верой Ивановной Гримму, рожденной Гольденберг в первом браке Детятиной. Дело в том, что кафедру государственного права в Дербке возглавлял известный историк русского права Иван Иванович Детятин. К сожалению, душевное здоровье Ивана Ивановича сильно пошатнулось, и он вынужден был выйти в отставку, был помещен в клинику для душевнобольных. В этот тяжелый период Давид Давидович помогал семье Детятиных, и вскоре между ним и Верой Ивановной возникла взаимная симпатия. Однако, по канонам православной церкви, факта душевной болезни было недостаточно для расторжения брака. Только после кончины Ивана Ивановича Детятина в 92-м году молодые люди смогли официально оформить свои отношения. В 91-м Гримма перевели в Императорское училище правоведения. В этом учебном заведении он преподавал в течение 14 лет. В 93-м Давидович успешно защитил магистерскую диссертацию и был утвержден Советом университета в степени магистр римского права. Осенью, в 901-м, был назначен деканом юридического факультета. В 910-м был произведен действительные статские советики и вскоре, подчеркиваю, стал первым выборным директором университета. В 11-м году усилился конфликт университета с министром народного просвещения Львом Аристидовичем Кассо. Кассо воспринимал высшие учебные заведения как рассадники вольнодумства, что приводило к постоянным ограничениям в их деятельности. Из университета были уволены многие профессора и преподаватели либеральной ориентации. В отличие от ранней существующей практики выборности, профессора теперь назначались министром. Кроме того, министром была введена практика принудительного перевода столичных профессоров в провинциальные университеты. Каплей, переполнившей чашу терпения, стал приказ министра о переводе в Юрьевский университет профессора гражданского права пергамента, который в знак протеста подал в отставку. Профессорский коллектив и ректор университета обратились к министру с ходатайством пересмотра принятого решения, однако их петиция осталась без ответа. Давид Давидович в знак протеста подал прошение об отставке и 12 сентября 11 был уволен с поста ректора. Вполне вероятно, что в наказании стропьевого профессора в августе 13 министр сдал приказ о его переводе в Харьковский университет. Надо сказать, что к этому времени Давид Гримм уже был назначен членом Государственного совета и никак не мог уехать в Харьков, о чем министр прекрасно знал. Давид Давидович принял решение об отставке из университета и начал преподавать в Императорском Александровском лицее. После февральской революции Давид Давидович был назначен товарищем министра просвещения, председателем особого совещания по образованию при временном правительстве. На восьмом съезде партии кадетов был избран ЦК партии. После Октябрьской революции остался в Советской России. 4 сентября 19-го года был арестован ЧК. При допросе со слов обвиняемого следователем записано. Цитата. Состоял в кадетской партии с 1907 года. Никаких поручений от них не имел. Выбыл после Октябрьской революции, о чем послал заявление с просьбой исключить из списков. С тех пор состоял беспартийным и занимался исключительно научной и преподавательской работой. Конец цитаты. 20 сентября в ЧК поступило прошение, подписанное членами коммунистической партии Гринбергом, Норстетом и Полянской. Цитата. Учительство профессора 1-го Петрогатского университета Давида Давидовича Грима. Вручаемся, что он будет вести себя лояльно в отношении советской власти и явится по первым требованиям в ЧК. Конец цитаты. В заключительном документе дело было зафиксировано. Рассмотрев дело по обвинению гражданина Грима в принадлежности к партии кадетов и признав, что Грим в последнее время не является активным членом партии, комиссия постановила гражданина Грима освободить и передать на пороге. Но, скорее всего, профессору юриспруденцию вполне хватило одного месяца знакомства с юрисдикциной власти. И вскоре после освобождения Давид Давидович эмигрировал в Финляндию, где входил в группу, возглавляемую Карташовым, был главным редактором газет «Русская жизнь», «Новая русская жизнь». С 22-го по 29-го декан русского юридического факультета в Праге. Около 30-го семья переехала из Праги в Тарту. Переезд был связан с растущими антинемецкими расстояниями в Чехии. Прагский университет потребовал, чтобы все лекции проводились на чесском языке, которым Грим не владел. В 27-34-е Грим, профессора университета в Тарту, в 34-м в возрасте 70-ти лет вышел на пенсию, но продолжал активно участвовать в политической жизни Эстонии. Указом старейшины государства был назначен членом Второй палаты национального собрания, участвовал в разработке новой конституции. Около 38-го семья переехала из Тарту в Ригу, где жили родители-невестки. Умер Давид Давидович 29 июля 1941 года в Риге, к тому времени занятый немецкими войсками. В семье Давида Давидовича и Веры Ивановны росли два сына Иван и Константин Грим, биография которых заслуживает может будущий доклад этому будет посвящен. Родной брат Давида Эрвин Давидович Гримм сразу после окончания гимназии поступил на историко-филологические факультеты университета. В школьном аттестате хорошие и отличные оценки поделились ровно пополам. Особенно была отмечена весьма похвальная любознательность по истории. В 1991-м после окончания университета был оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории. Был он блестящим лектором, который имел ярко и точно характеризовать исторический процесс со всей его диалектикой. В 2011-м году принял пост ректора своего старшего брата и вплоть до 2018-го оставался на этой должности. Во время ректорства Эрвина Давидовича продолжился конфликт университета с министром просвещения, связанный с волнением столичных профессоров и приходом на их место профессоров по назначению так называемых назначенцев. Однако Эрвин Гримм проявил себя большим дипломатом и последовательно отстаивая автономию учебного заведения сумел наладить общение с обеими сторонами конфликта. Одной из главных заслуг Эрвина Гримма можно считать отказ столичной профессуры от демонстративного увольнения, благодаря чему удалось сохранить костяк столичной профессуры. В 2015-м году вполне реально обсуждался вопрос о назначении Эрвина Гримма товарищем министра народного просвещения, однако таковой перевод не состоялся. Эдвин Гримм был принят в министерство только в качестве члена Совета министра народного просвещения, при этом за ним сохранялась ректорская должность. После Октябрьского переворота ректор Гримм всеми силами старался сохранить веренные ему учреждения. Когда в соответствии с принятым в 2018-м году декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви стали закрываться домовые храмы в учебных заведениях именно благодаря заступничеству ректора закрытие университетской церкви оттянулось на год. Позднее власти приняли решение закрытие Петроградской духовной академии. Узнав об этом, Эдвин Гримм ходатайствовал присоединение духовной академии как богословского факультета к университету. К сожалению, эта идея не нашла поддержки у новой власти, академия была закрыта. В октябре 2018-го отказавшись от долности ректора, Ревен Давидович уехал на юг России. Входил в правительство Врангеля. В 1920-м году эмигрировал в Болгарию, где возглавил кафедру всеобщей истории Софийского университета. С 1922-го года член Союза возвращения на родину. В конце 1923-го вернулся в СССР, жил в Москве. С 1924-го консультант наркоманта иностранных дел, участвовал в подготовке к изданию ряда документов по истории международных Академии наук. В 1937-м был уволен по реорганизации. В 1938-м арестовом обвинен по статье 58, цитата, состоял в партии кадетов, проводил националистическую контрреволюционную пропаганду, являлся одним из организаторов подпольной организации. Под следствием сошел с ума. Ввиду подтвержденной психической болезни дело в отношении него было прекращено. Он был направлен на принудительное решение психиатрическую больницу. В начале февраля 1940-го года в соответствии с заключением психиатров военный трибунал разрешил взять его из больницы на поруке в домашнюю обстановку. Однако здоровье его не выдержало пережитых потрясений, он вскоре умер. Подводя итоги, некоторые итоги нашего рассказа, хочу отметить, что выходцы из далеких Нидерландов пошли путь от хлебопастов и предводных служителей до признанных деятелей российской науки и искусства. Всего два поколения отделяют первых колонистов от чины тайного советика и звания академиков и профессоров. Еще более удивительно выглядит тот факт, что немцы и лютеране гримы стали носителями и защитниками идей и символов православия. Достаточно напомнить о влиянии архитектора Давида грима на развитие православной архитектуры и возрожденном им византийском стиле в России. Следует отметить, что и Давид и Эдвин гримы до конца своей жизни оставались в литеранской вере. Только в пятом поколении петербургской линии грима в семье появились дети, крещенные в православии. Удивительно, что православную веру сохранили и их потомки. Осенью 2019 года, подчеркиваю, это в прошлом году, Санкт-Петербург посетила большая дружная семья потомков Давида Ивановича грима, проживающей сейчас в Австралии. С большим интересом члены семьи выслушали рассказ об истории школы и сохраненной памяти об их предках. Увидели своими глазами историческое здание гимназии Карла Майя, построенное по проекту третьего брата, академика архитектуры Германа Грима. Потомки провели несколько часов в Санкт-Петербургском университете, который 8 лет возглавляли братья Грим. В заключении семья посетила фамилия захоронения Гримов на Смоленском литеранцевом кладбище. На последнем кадре вы видите фотографию главного центрального памятника на фамилии захоронения Грима. Обращаю внимание на медальон, который варварски был уничтожен. На одной фотографии увидеть его, на второй сейчас мы занимаемся как раз его восстановлением. На этом завершаю. Кажется, уложился в свое время. Спасибо большое. Вопросы будут в конце после выступления всех участников. За интересный доклад и за то, что придерживаетесь регламента нашего времени. Приглашаю к докладу следующего участника конференции Михаила Ордовского из Петербурга Голубев Сергей Александрович. Пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Прежде всего я хочу поблагодарить организатора в чтении за приглашение и чтобы я выступил в сообщении. Поскольку я первый раз выступаю на чтениях в роли спикера, позвольте кратко представиться. Меня зовут Михаил Львович Ордовский Таноевский. Я живу в Петербурге. Кинорежиссер и независимый исследователь. Круг интересов персоналии русского зарубежья. Теперь перейдем непосредственно к теме нашего доклада. Вероятно, многим покажется странным выбор героя моего повествования. И, признаться, я сам очень удивился, когда эта идея пришла мне в голову. Дело в том, что этот человек в принципе не заслуживает ни сочувствия, ни возможности жалости. Он сам выбрал свой путь. Но жизнь его историческими обстоятельствами оказалась зажата в тисках тоталитарных режимов и была бесповоротно изуродована. Так что душа его обзывает к нам хотя бы о сострадании. Судьба Сергея Александровича Голубева по-своему уникальна и показательно демонстрирует собой суть и смыслы тоталитарных режимов. После окончания Второй мировой войны известные советские практики фальсифицированных политических процессов и создания концлагерей выплеснулись до границы СССР в страны Восточного Блока и докатились даже до неприсоединившейся Югославии. И именно судьба моего героя показывает как это на самом деле происходило. Голубев родился 18 августа 1907 года в Киеве. Отец надворный советник дворянин профессиональный юрист брат Николай четырьмя годами старше. Вся семья иммигрировала в королевство сербов, хорватов и славянцев в 1920 в 1920 году. В Белграде братья обучались знаменитой первой русско-сербской гимназии, после чего Сергей окончил в 1931 году юридический факультет местного университета и через три года после окончания поступил на службу в полицию королевства. В провинциальных городах он занимался политическим сыском, направленным против запрещенной тогда в стране коммунистической партии. Позднее он был переведен в полиции и департамент Белграда, который занимался борьбой со спекулянтами, так называлось в Белграде черно-бержевиками, которых развелось достаточное количество в период всемирного экономического кризиса. Так он служил там до 1941 года, а в апреле началась 10-дневная апрельская война. В результате поражения Югославии в этой войне страна была оккупирована немцами и их союзниками. Таким образом, многотысячная русская диаспора, а всего в страну по подсчетам известного сербского историка Мирослава Ивановича оказалось порядка 45 тысяч человек. Кто-то уезжал, кто-то приезжал, они оказались под властью своих бывших противников Великой войне. Других эмигрантов начали увольнять из всех государственных учреждений, государственных конституций. Возникла безработица, словом, начался кошмар, но это еще был не ужас, ужас, поскольку после нападения Германии на СССР на СССР 22 июня 1941 года тюгославские коммунисты под руководством Йосифа Броститу по приказу Коминтерна подняли восстание, и страна погрузилась в ужас гражданской войны, где все воевали со всеми. Титовцы направили свои акции в первую очередь не против немцев, а как раз против белыми мигрантами, которые третировались ими как противники батюшки Сталина. В ответ русская мигранция создала так называемый русский корпус, куда в качестве врача поступил служить старший брат Николай Голубев. Что интересно, что одновременно с этим, где-то зимой 41-42 года в Белграде была создана подпольная организация, которую назвали Союз Советских Патриотов. Она выступала на стороне партизан, осуществляя самую разнообразную помощь. Эту организацию создали бывшие ученики той самой гимназии, которую кончали братья Голубевы, и наверняка они были достаточно хорошо знакомы с теми, кто создавал Союз Советских Патриотов. И, наконец, 15 июня 1942 года Голубев был уволен из полиции по национальному признаку. Я воспользуюсь этой терминологией МКВД. Он сразу же пишет служебное заявление с просьбой о восстановлении на службе, которое сохранилось в архивах в архиве в Сербии и Белграде и приводит, мягко говоря, не совсем ординарные аргументы в свою пользу. Я цитирую перевод этого заявления частично, который сделал сербского языка мой друг Алексей Арсеньев. Мое начало цитаты «Мое увольнение сродило меня не только как чиновника, служившего всегда по совести и осмеливаюсь сказать, бывшего примером для многих других, но и как человека, всю свою жизнь прожившего в Сербии, всегда служившего сербскому народу и сербским интересам. В течение всех лет обучения, всех лет службы, вообще в течение всей моей жизни, исключая раннее детство, я постоянно был среди сербов, жил их интересами и надеждами. У меня были сербские друзья и приятели. Неудивительно, что я полностью ассимилировался в сербскую среду и не только внешне, но и по своим общим с ними чертами характер. Из всего вышевысказанного видно, что я полностью отошел от русской среды, что я во всем слился с сербами и сербской волей и неволей, а сейчас оказался в тяжелом безвыходном положении, так как уволен как русский, а русским я себя не чувствую, только сербом. И не думаю, и не говорю по-русски, только по-сербски. И сейчас я совершенно не представляю себе, как мне быть. Это одна сторона. А вторая в том, что я всегда был отличным добросовестным служащим, меня всегда ценило начальство, я выполнял деликатные ответственные задания и никогда не подвергался дисциплинарным взысканиям и выговорам. Все силы я вкладывал в тяжелую полицейскую службу и поэтому осмеливаюсь считать, что я уволен незаслуженно. Конец цитаты. Должен сказать, что, насколько мне известно, это единственный случай во всем русском зарубежье, когда эмигрант отказался считать себя русским человеком. В январе 43-го года Гулаби был восстановлен на службе, но она продолжалась недолго, поскольку осенью в 44-го Белград вошли в части Красной Армии и житовских партизанов. Немедленно начались расправы. Я говорю только о Белграде, не говоря о других расправах. Было убито более 5000 человек по подозрению в сотрудничестве с оккупантами и тогдашним всердским правительством. Были расстрелены даже городские пожарные, поскольку они носили полицейскую форму. Под репрессии СМЕРШа и партизан попали почти все русские эмигранты, остававшиеся в том время в столице. Их было не так много. Но Сергея Голубева нашли через 4 года. Он был арестован и отправлен в жуткий концлагерь, который назывался по-сербски Голый Ооток. Это Голый остров на Адриатике как военный и политический преступник. К этому времени советское посольство развернуло очень активную кампанию по известному нам процессу сейчас паспортизации русских эмигрантов и их семей. большая большая русских эмигрантов поспешили получить советские паспорта надеясь на то, что им удастся вернуться на родину. Но не тут-то было. Задача была вовсе не в этом, а в том, чтобы создать на территории дружественной Югославии свою пятую колонну в случае необходимости в общем-то готовую к действию. Конечно, это достаточно раздражало югославские власти. И вот в 1948 году великие вожди Тита и Сталин поссорились. В результате югославская компартия была объявлена ревизионистами и отступниками от великого пути и дело чуть не дошло до военного столкновения. К счастью, этого не случилось. В ответ югославские власти взяли и депортировали всех русских эмигрантов просто из страны. Те, кто получал паспорта, кто не получал паспорта на территорию Югославии, то есть территорию Югославии, Венгрию, Болгарию и другие страны. Так были депортированы и мои родственники из Югославии. И следуя советским рекламам охранка политическая взялась за создание подготовки к проведению открытого суда над советскими шпионами. И как вы думаете, кто был назначен на роли советских шпионов? Это хороший вопрос с очень хорошим ответом. В роли советских шпионов выступили бывшие соратники по борьбе члены бывшего союза советских патриотов. Они были арестованы и помещены в политическую тюрьму. И в эту же тюрьму из лагеря был доставлен Сергей Александрович Голодя. Напоминаю, что скорее всего он знал, если не большинство, то по крайней мере некоторых из тех, кто был арестован и объявлен советскими шпионами. Перед ним была поставлена задача найти связи, контакты, доказать, что эта группа уже во время, перед самым арестом действовала в связи с советской разведкой. Ему предоставляли протоколы допросов бывших членов Союза советских патриотов, которые, естественно, подвергались избиениям, фактически он получал окровавленные бумаги и изучал их. Доказать связь этих людей с советской разведкой ему не удалось. Он все-таки был честным и ответственным следователем, но, как вы понимаете, этих доказательств не нужно было, потому что суду достаточно того, что это политический процесс, эти процессы известны в Советском Союзе. И вот этот процесс 12 русских шпионов состоялся в августе 50-го года в Белграде, в результате чего почти все подсудимые, 10 русских и 1 серб, получили большие сроки на голом отопе. Это чудовищный лагерь на двух островах в Патриотическом море, там нет ни одного дерева, там каменоломни, бараки, на одном острове большой мужской концлагерь, на другом острове поменьше женский. А Сергей Александрович Голубев оставался в тюрьме. Он работал, он не просто там сидел, вот он писал большую аналитическую записку, посвященную созданию, истории создания Союза Советских Патриотов еще во время войны и других постсоветских подпольных организаций в Европе доказал, сумел доказать участие в создании этих организаций советской разведки. Самое, можно сказать, занятное в этой аналитической записке, подчеркиваю, вообще абсурдное всего происходящего, поскольку югославские коммунисты использовали матерого антикоммуниста в борьбе с советскими коммунистами. Вот такая вот как дерево сексаула закручена вся эта интрига и свою аналитическую записку Сергей Александрович Голубев заканчивает известным лозунгом коммунистов в одном случае так смерть фашизму свободу народу. Замечательно. Однако время бежало после прихода к власти Хрущева добрые отношения между Советским Союзом и Социалистической Федеративной Республикой Квадославии были восстановлены. Хрущев съездил в Белград, маршал Тита приезжал в Москву, выступал на огромном митинге на стадионе Динамо, был радушно принят советским народом, А сидевшие на голом острове были постепенно отпущены. Им разрешили вместе с семьями, а кому-либо семьи, удалиться в Советский Союз. Среди них был, кстати говоря, известнейший филолог и поэт Илья Николаевич Голенищев-Кутузов. Через какое-то время освободили и Сергея Александровича Голубева. Он оставался в Белграде и прожил еще почти 30 лет в Социалистической Югославии. Он умер в 1985 году. О том, чем он занимался в это время, у меня сведений нет, но я полагаю, что он, скорее всего, преподавал в какой-нибудь закрытой школе искусства, проведения исследовательских расследований и тому подобное. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо за очень интересный доклад и за то, что уложились во времени и приглашаю к докладу следующего участника нашей конференции Алексей Вов из Балашики. Кто вы, товарищ Мишель, ученый, шпион, партизан судьбой Михаила Штранге? Пожалуйста. Здравствуйте. Там в программе небольшая ошибка. Я из Москвы, из Пироговской школы, а это почему-то мое прежнее место работы. Ну да ладно. Перейду к своему докладу. Так, вот я сейчас еще сам покажу, тогда открою презентацию. Итак, начнем с того, что я занимаюсь белыми мигрантами, но не всеми, а только лишь покрасневшими белыми мигрантами. то есть, те, кто принял советскую власть, те, кто работал в русском зарубежье по продвижению коммунизма, поддержке Советского Союза и так далее. И вот одним из таких людей был Михаил Штранге. С чего хотелось бы начать? Что вот как раз как он выглядел. Справа некролог, 68-й год, умирает доктор исторический... Извините, может быть, вы на весь экран сделаете эту презентацию? Есть возможность, чтобы... А, да, 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 конечно же. Вот на весь экран. Сейчас. Так, секундочку. Так. Давайте вот сейчас. Сейчас. Вот. Вот так вот. Так хорошо? Спасибо. Очень прекрасно. Хорошо. Итак, 68-й год, умирает доктор исторических наук Штранге, появляются некрологи в ведущих исторических журналах вопрос истории, истории СССР, пишут, что человек занимался французской революцией, изучал он российское просвещение 18-го века. И, в общем, такой обычный путь историка. Потом постепенно еще выясняется, что он был и другом Цветаевой. С течением лет идут публикации друг Цветаевой, участник сопротивления, французского сопротивления. И, то есть, с каждым годом появляются какие-то интересные сообщения о нем. И я, когда начал все это смотреть, изучать, оказалось, что вроде бы с одной стороны человек известный, доктор наук, а с другой стороны о нем вообще практически ничего не известно, деталей мы не знаем. Это первое. А во-вторых, что все сведения, многие сведения о нем с его слов известны. Например, он работал в Академии наук, существует 19 вариантов его автобиографий, которые он написал за десяток лет, и они все разные. Начну с того, что Михаил Штранге, родился он в Казани, в семье армейского офицера. Это был седьмой ребенок в семье, последний. Видимо, был долгожданный сын, поскольку перед этим рождались одни дочери, шесть дочерей, одна за другой. И потом уже родился Михаил Штранге, назвали его в честь отца. Его отец был на русско-японской войне, на Первой мировой войне, но в принципе это был заурядный офицер. Единственное, что, пожалуй, то есть он особой карьеры не сделал, полковником закончил свою службу. Единственное, пожалуй, что у него получилось, он выгодно женился. Женился он на дочери швейцарского гражданина Мельхиори Рама. Вот как раз Мельхиор Рам, ну это вот такая реклама. он 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 у него были магазины оптики, сельхозмашин, клозетов, техники. В общем, это был очень богатый человек в Казани. Мельхиор Рам и гражданин Швейцарии. Это впоследствии сыграло очень большую роль в жизни самого Штранга. Почему? Потому что в России начинается гражданская война. Отец призван в Красную Армию попадает в плен, в польский плен и через Польшу перебирается в Германию и потом во Францию. В Саволью. А остальная семья вот как раз подросток Михаил Штранге и его мама, они потому что у мамы братья оказываются Швейцарии, вот они перебираются в 23 году во Францию тоже в Саволью и оказываются вот в таком вот милом замке замки пенсион недалеко от границ Швейцарии живописное место и что интересно в этом пенсионе бывают многие дипломаты то есть Аристит Бриан Иден и так далее во Франции Штранге заканчивает колледж потом едет на работу в Бельгию там он работает на верфях на верфях Антверпена приезжает потом в Париж поступает в Сорбонну причем поступает на математический факультет потом занимается уже историей он знакомится с Жоржем Лефевром знаменитым историком марксистского толка который изучал французскую революцию видимо тут у Штранге проявляется интерес вот к французской революции однако не получив диплома весной 39 года Штранге резко покидает Париж и возвращается в Саводью и сидит в этом своем пансионе и когда он кстати сидел в этом пансионе про него Марина Цветаева писала вот мой умственный друг почему-то оставил Париж и все время сидит занимается наукой да он помогает родителям по хозяйству но все свободное время тратит на книги почему же Штранге резко оставил французскую столицу дело в том потом это уже выяснилось что в конце 30-х годов советская разведка вела активную работу против русской белой миграции против военной миграции в 37-м году следует скандал скандал с таким журналистом Алексеевым его французская контрразведка обвиняет в пользу в шпионаже на Германию оказывается что в общем-то донес на этого Алексеева который был журналистом газеты возрождения правой газеты известной в военных эмигрантских кругах донес как раз вот этот Михаил Штранге дальше в 37-м году следует в Лозанне убийство Игнатия Рейса это был советский невозвращенец бывший чекист убийство организовал Сергей Фрон муж Марины Цветаевой в общем-то убийца быстро установили швейцарская полиция их установила рассказала французским коллегам французские коллеги как-то все это спустили дело на тормозах и в общем все убийцы смогли сбежать в СССР и все были установлены кроме одного человека какого-то Мишеля какого-то товарища Мишеля никто никак не мог понять и уже в конце 70-х годов на основе архивов швейцарской полиции выяснилось что вот этот Мишель Штранге это московский ой этот товарищ Мишель это московский историк Михаил Михайлович Штранге видимо из-за того что группа Эфрона в которую входил Мишель Штранге из-за того что она засветилась из-за того что она да убила Рейса но произошел очень громкий скандал поэтому наверное Штранге и бежал Савойю к своим родителям где спрятался в замке дальше начинается война Савойя в зоне итальянской оккупации в начале неоккупированная зона потом итальянская оккупация и в Савой что делает Штранге он переписывается с библиофилом Рубакином обменивается книгами ведет научную работу именно по истории русской мысли 18 века при этом у Штранге бывают странные посетители местные подпольщики которым он помогает через какое-то время с ростом движения сопротивления он пропадает из замка для того чтобы через год появиться в Париже а в Париже когда он появился уже в конце войны при советском посольстве в форме советского лейтенанта и он помогает в охоте за не возвращ за дипи за теми перемещенными лицами которые не хотят возвращаться в советский союз и для многих мигрантов которые его знали это было неожиданно что они вдруг этого Мишеля увидели в советской форме дальше в 47 году Штранге разрешили вернуться в СССР он проживает в Москве и это очень удивительно поскольку из тех тысяч иммигрантов примерно 3200 человек почти все проживали в отдаленных уголках советского союза в глухой провинции как правило а вот Штранге в числе немногих разрешили жить в Москве и Никита Игоревич Кривошейн который его знал его отец его знал и он в Москве у него какое-то время проживал он говорил что Штранге чувствовалось что он жил все-таки в атмосфере страха что наверное он боялся судьбы других репатриантов которые оказались в лагерях или может быть это такое впечатление Кривошейна дальше Штранге приглашают в итоге ему удалось устроиться на работу в Академии наук он работает в институте истории про форк и при этом какие у него были функции он помогает в организации зарубежных конференций он помогает сейчас извините пожалуйста позови маму позови маму да извините так вот он опекает зарубежных специалистов которые приезжают например Ричард Пайпс первый раз приезжает в Советский Союз в 57 году и его опекает Штранге просит рассказать о своих впечатлениях от нашей страны помогает отправить в Америку книги изданные до революции ну вот всячески Пайпса обхаживает ну и что же происходит потом ну потом вот смерть в довольно молодом возрасте то есть 61 год всего-навсего был и что происходит дальше его библиотека которая осталась после него его сестры распродают удалось мне найти человека который часть этих книг купил он говорил что большая подборка литературы по французской революции по истории российской мысли 18 века и вот подводя итог подводя итог тому вот кем был этот штранге то есть отвечая на вопрос вынесенный в заголовок на мой взгляд он был всем понемногу он был и действительно советским шпионом то есть он работал против белых мигрантов и замешан в убийстве был и действительно он был принимал участие во французском сопротивлении и действительно был историком потому что многие коллеги отмечали его знания говорили что он действительно был у нас пионером в деле изучения великой французской революции в общем-то оказался такой многосторонний многогранный человек спасибо за внимание спасибо огромное за интересный рассказ экскурсию в Швейцарию и также за то что уложились во времени я приглашаю к докладу нашего последнюю участницу Светлану Лавренчук из Петербурга благотворительность как часть коллективной биографии семьи конца 19 начала 20 века пожалуйста приглашаем здравствуйте слышно меня хорошо слышно и видно хорошо отлично хочу поблагодарить всех за интерес кто слушает сейчас мое сообщение экскурс будет скорее такое небольшое кроедение по Санкт-Петербургу потому что буду говорить я о купеческой семье Санкт-Петербургской позволю себе маленькую преамбулу поскольку первый раз участвую в чтении а можно мою презентацию уже запускать спасибо большое я психолог кандидат наук мои интересы изучения семей в кандидатском исследовании я изучала три поколения женщин неживучих семей в количестве 30 это было количественное исследование соответственно с применением методик и математической обработки в данном исследовании которым я занимаюсь около трех лет оно скорее конечно качественное я исследую архивные документы отчеты периода времени где-то 17 18 19 века и по наши дни сегодня я хотела представить лишь небольшую часть исследованных мной документов объединенных темой благотворительности поскольку значит эта деятельность она укладывается в период конца 19 начала 20 века но в ней было задействовано большое количество представителей семьи около 20 человек как мужчин так и женщин поэтому мне показалось интересным поделиться именно этим сегодня с вами пожалуйста следующий слайд у меня вот такой небольшой план по которому я собираюсь пройтись достаточно объемная презентация на мой взгляд но для меня это скорее канва и наиболее интересные документы из обнаруженных мной в архивах я освещу в самом конце поскольку они наименее формализованы написаны от первого лица и содержат отсылки к чувствам смыслам и мотивации то есть по ним более чем по каким-то другим выявленным документам на мой взгляд мы можем судить о том чем же была эта благотворительная деятельность для представителей данной семьи на протяжении данного периода времени и собственно говоря сделать для себя выводы которые находятся в полемике с работами социологов и историков которые я читала которые тоже ссылаются на свои какие-то аргументы в исследовании мотивации благотворительной деятельности если можно следующий слайд я хочу сказать пару слов о предпосылках той деятельности семьи к которым я отношу не столько ситуацию в обществе и благотворительности в обществе которая сложилась к тому времени в государстве и в Санкт-Петербурге как столице я думаю что это достаточно известный материал я хочу сказать о тех предпосылках которые мне кажется имели значение для представителей конкретно данной семьи эти данные были обнаружены в российском государственном историческом архиве в фонде Шереметьево поскольку семья происходит из юхотской вотчины это постройка значит там содержатся документы о том что церковь в конце 18 века в селе Покровское была построена на деньги прихожан там содержится указ о необходимости обучения крестьянских детей до 10 лет в течение письмо и в характеристике вотчины содержится с экономическими выкладками содержится вот такой пассаж о том что крестьяне на самом деле в этой вотчине они делились на группы они могли объявлять свои капиталы и вот эти капиталисты или первостатейные крестьяне они должны были отчислять один процент объявленного капитала в пользу бедных пожалуйста следующий слайд на следующем слайде я привожу вот фотографию этой барочной прекрасной церкви которая была построена и соответственно перехожу уже к первому поколению и представляю здесь ярославские партия и предоставленные ведомости в которых пожалуйста следующий слайд в которых содержится информация о жертвователях трех братьях Андрея и Ваня и Гаврилия Купцах в Санкт-Петербург и Купцах которые пожертвовали сто тысяч рублей на устройство дома волосного управления церковно-приходской школы не так много информации кроме дат рождения смерти количество браков количество детей я ее здесь привожу на этом слайде интересно для меня было что всех жен всех троих братьев звали Анна и у каждого старший ребенок родился в 27-летнем возрасте что у них на троих было 18 детей и интересно что всех этих детей не повторяются имена кроме единственного случая когда самого младшего мальчика назвали Федора одного из детей до этого то есть из чего можно сделать вывод что в общем это была такая одна большая семья и интересно что также обнаружен документ что в 1883 они приобрели дом на Гороховой также совместно поэтому вот биография вот по тем документам которые мной сегодня найдены она так на одну страничку укладывается родился женился дети купил дом пожертвовал умер следующий слайд пожалуйста не так много фотографий сохранилось вот только Гаврила Степановича Буштуева и на второй фотографии это захоронение тоже как я указала на предыдущем слайде все захоронены на Волковском кладбище а три достаточных участка у трех братьев и членов их семьи пожалуйста следующий слайд второе поколение то есть если по первому поколению у меня есть информация только вот о таком крупном пожертвовании на церковно-приходскую школу которая действительно была построена и функционирует до сегодняшнего дня существует это здание во втором поколении уже мы видим такое большее разнообразие хотя они тоже остаются купцами первой и второй гильдии имеют три торговых дома все торгуют фруктами и колониальными товарами то есть там торгуют за границей отсюда возможно и получение образования то есть для меня это было очень интересным что те братья которые родились в 60-е годы они получили домашнее образование а те которые в 70-е они уже закончили училище при реформанских церквях и даже получили дополнительное коммерческое образование за границей также их объединяет то что они были домовладельцами и личными потомственными почетными гражданами благотворительными следующий слайд пожалуйста здесь я сделала такую сводную таблицу хочу извиниться что она не очень крупная здесь все братья и те организации благотворительные в которых они принимали деятельное участие как в качестве жертвователей членов попечительского совета казначеев то есть достаточно такая разнообразная деятельность и достаточно разнообразные общества как видно из этого слайда наибольшее число представителей участвовало в Ярославском благотворительном обществе попечителями его попечителями действительными и пожизненными членами далее следует углическое общество и да-да-да можно следующий слайд и приют принца Альденбургского конечно за свою деятельность они получали награды и на этом слайде приведены те награды вернее информация о тех свидетельствах которые были найдены в архивах о тех наградах которые были получены по тому или иному поводу конечно здесь можно говорить что особенно младших детей 70-х годов рождения об образовании которых я говорила ранее прослеживаются уже некоторые стратегии возможно даже карьерные и я думаю что были референтные личности я даже знаю кто бы это мог быть которые при помощи этих наград добивались не только почетных личных и почетных граждан званий личных почетных граждан но и дворянство но дальнейшей свидетельств этого мы не имеем так может следующий слайд это портреты это портреты из семейного архива слева Василия Андреевич справа Федор Андреевич и отдельный портрет это тоже Василия Андреевич здесь я хотела подчеркнуть что вот частная фотография родные братья здесь нет наград здесь нет никакого формализма собственно говоря в их общении и на формальной фотографии здесь уже присутствуют мне кажется что это знаки благотворительных обществ если можно следующий слайд здесь семейная фотография на левой фотографии семья Василия Андреевича и на этой фотографии семеро детей на самом деле детей было девять да то есть еще предстояли рождения ну из этой фотографии мы можем сказать что по этой фотографии мы можем судить что это такое чадолюбивое семейство и вторая фотография также уже Степана Ивановича со своей супругой Евдокией Ивановной говорит о том что да вот такие сентиментальные чувства сентиментальные нежные чувства они не были чужды и на самом деле в той деятельности благотворительной которую вело это семейство прослеживается вот эта некая сентиментальность сопереживания и любовь да в том числе вот к детям к окружающим и хочется отметить что Евдокия Ивановна которая представлена вот на на втором снимке она также была членом Ярославского благотворительного общества если можно следующий слайд здесь снимок Ярославского благотворительного общества достаточно мелкий тут сложно какие-то персоналии уследить тем не менее следующий слайд пожалуйста отчеты Ярославского благотворительного общества и вот справа я привожу такая интересная ситуация что пять человек были одновременно попечителями Буштуевых проживали в одном доме и в лучшие времена в Ярославском благотворительном обществе состояло до полторы тысячи человек но в таком количестве такой семейственности ни по одной фамилии не прослеживается следующий пожалуйста Ну и здесь я ссылаюсь на то что попечители да это были люди которые действительно осуществляли активную деятельность как по сбору средств так и по обследованию бедняков и их сложных жизненных ситуаций Следующий слайд Два слова уже наверное у меня совсем мало остается времени это основное детище семьи где увековечена память представителя и этот дом если можно следующий слайд этот дом на Шамше 18 который в 2001 году был призван выявленным объектом культурного наследия он был учрежден в память отца сначала купленный участок деревянной постройкой мог вместить только 12 человек по мере роста выявления бездомных детей приют расширялся было построено вот это прекрасное здание архитектором Харламовым если можно дальше и открыта церковь если можно дальше церковь благовещения Пресвятой Богородицы которая в 18 году стала приходской но тогда же в 18 году уже была закрыта и соответственно приют просуществовал до 18 года после этого он был передан в ведение органов соцзащиты если можно следующий слайд здесь у меня представлены женщины которые были попечителями приюта женщины семьи то есть сестры Ивана Гавриловича который этот приют организовал следующий пожалуйста и здесь я останавливаюсь на женщинах которые были участницами благотворительной деятельности их тоже вот такой достаточно большой список представлен как видно это Ярославское благотворительное общество и приют памяти пуштуева следующий пожалуйста и здесь это из семейного архива открытки я хочу этим показать что даже вот эти благотворительные открытки они были такой частью повседневной жизни и там из каких-то своих странствий и видно по каким-то праздникам как взрослые члены семьи так и дети дарили открытки которые имели тоже вот такой благотворительный смысл содержания следующий слайд пожалуйста здесь уже собственно говоря мной представлены материалы на которых на основании которых была сделана моя презентация к сожалению вот я вижу что 15 минут моих истекли а я к тем основным документам о которых хотела говорить так и не добралась ну я здесь вижу несколько вариантов да если это будет интересно то я могу про это сказать в те 10 минут которые отведены участникам на ответы на вопросы а если такой возможности нет то я тогда ждите статью я наверное в статье напишу как раз про эти документы а вот эта презентация это будет такой предварительный вход подход к тому что будет отражено в статье спасибо за внимание спасибо вам большое Светлана договоримся так что действительно во время вопросов у меня будет похожий вопрос я вам задам и постарайтесь ответить продолжая свой реферат может спасибо 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 огромное переходим к вопросам а перед тем я хотел бы всех поблагодарить за то что придерживались ну просто идеально эталонно практически регламент все нам завидуют не только в России в Польше но наверное во всем мире что мы так конференции смогли провести я пригласил бы Александра Черкасова я бы сейчас задавал вопросы по очереди буду задавать вопросы и попросил бы отвечать на них если можно Александр вы с нами да? хорошо первый вопрос от Ирины Крайневой не совсем по теме решение ГАГи по Боингу ждали не сегодня а завтра не в курсе ли вы что задерживает спасибо не в курсе очень лаконично вопрос от Елены Кондрахиной есть ли письменные материалы по теме доклада можно ли что-то почитать дополнительно если возможно еще можете ли что-то порекомендовать к изучению из юридических документов подтверждающих незаконность аннексии помимо Будапештского меморандума сразу несколько вопросов я бы повторить это надо в ссылках к моему докладу который я пришлю будут материалы которые по крайней мере по Стрелкову есть это раз что же обсуждение вопроса незаконности аннексии ну я сейчас сходу не могу назвать потому что дискуссии большие ведутся одну какую-то работу одну какую-то ссылку назвать не могу хорошо спасибо вопрос Татьяны Косиновой как собирается информация для кейсов двух героев ну один герой у меня как бы факультативный я с ним с Антифеевым встречался только один раз в 92 году когда работал по делу группы Лашку в Приднестровье а вот Стрелков он попал в поле зрения прежде всего при работе по исчезнувшему в Чечне дело в том что там жертвами насильственных исчезновений стали по нашим оценкам от 3 до 5 тысяч человек в период Второй Чеченской и мы достаточно пристально работаем с этим мы собирали об этом сведения по ходу конфликта потом опрашивали родственников исчезнувших откуда собственно я и знаю что в 6 случаях называют Стрелкова потому что он не скрывался как участника этих исчезновений более того за ним может быть еще одно интересное известное более известное вам дело наверное многие кто следил за публикациями Анны Политковской в период Второй Чеченской войны помнит историю ее задержания в горах как ее доставили в расположение десантников там пугали отобрали все документы а потом по ее записной книжке по адресам которые у нее были проехались военные расстреляли ее респондентов несколько десятков человек тех кто с ней общался так вот в это время в этом месте оперативный сотрудник от ФСБ был кажется именно Игорь Иванович Стрелков правда сама Политковская его не называла но это как одна из возможностей но что же до собственного свидетельства редко люди занимающиеся такими делами сами документируют собственные действия но поскольку Игорь Стрелков еще и журналист и слава ему не чужда но написал он мемуар но послал ближайшим друзьям но поскольку он попал в поле зрения людей достаточно умелых его переписка была вскрыта в 14 году однако не всех интересовало в этой переписке прежде всего то что касалось его действий в Крыму и на востоке Украины а кусок относящийся к Чечне не заинтересовал только через два года все-таки новая газета опубликовала этот его материал с некоторыми сомнениями которые рассеялись однако когда он начал звонить угрожать и так далее в общем разговор он в истории исков никаких не подал но разговор с ним доказал подлинность рассеял сомнения в подлинности материала что же ну и наконец Страсбургские дела это огромный массив дел то есть из тысяч исчезнувших сотни дел по исчезновениям рассмотрены Страсбургом и там в каких-то случаях есть переданные из России материалы уголовных дел либо какие-то другие материалы это очень важный интересный источник который доступен поскольку есть на сайте суда но все это требует большой систематической работы которая у нас продолжается и иногда подобные стрелковые герои выплывают ну и уверяю вас не менее интересные биографии такого рода вурдалаков возникают я ответил да спасибо и последний вопрос Александр от Натальи Павловой очень похож на прежний на каких источниках основан ваш доклад он основан например на 30-летнем опыте работы в горячих точках потому что какие-то сюжеты можно дойти только на земле и даже материалы СМИ можно соотнести с реальностью имея некий опыт работы на земле а поскольку правозащитный центр мемориал работает в горячих точках начиная с 90-го года то некоторый опыт есть который позволяет в том числе и систематизировать разного рода источники о которых я вам говорил выше спасибо большое к вам закончились вопросы теперь вопросы к Мурату Валиеву от Олега Любежникова благодарю за доклад может быть докладчику известно почему архитектор Герман Германович Гримм покончил с собой в 59-м году есть ли какие-либо публикации именно о конце жизни этого представителя знаменитого рода извиняюсь что вопросы касаются родственника лица о котором сообщается в докладе есть противоречивые слухи о причинах кончины Германа Германовича отец его это всем известный Герман Давидович тоже академик архитектуры погиб в блокадном Ленинграде это тоже отдельная тема которая может быть когда-нибудь будет предприниметом доклада удивительная коллизия это немцы в блокадном Ленинграде по другую сторону блокадного кольца что касается Германа Германович мы безуспешно пытались найти контакты с его потомками но пока это наше желание не увенчалось успехом а домыслить что-нибудь по поводу его кончины я считаю не совсем этично с моральной точки зрения с этической точки зрения спасибо большое следующий вопрос от Натальи Павловой как позиционировал себя Петроградский университет во время ректорства Грима в период февральской и октябрьской революции приветствовали ректор революции сохранял ли нейтралитет какую позицию он занимал ну это первая производная от мысли которая прозвучала в докладе противостояние университета и министерства просвещения которая растянулась не на один даже получается и не на два а на целые 10-12 лет где либерально настроено что тут скрывать всегда высшие учебные заведения особенно университеты были местом средоточия либерально мыслящей поэтому когда по инициативе министр просвещения КАСО начались гонения и из высших учебных заведений в том числе из университетов изгонялся дух вольнодумства это затронуло не только профессуру то есть либерально мыслящие вольнодумные как можно так их назвать педагоги переводились в провинциальные университеты это это же коснулось студентов университетов на если разделить два периода ректорства сначала Давида Давидовича а потом Эрвина Давидовича то наверное более последовательным сторонником защиты был все-таки Давид Давидович старший брат при Эрвине Давидовича был взят курс на поиск компромиссов но его личная позиция всегда это подчеркивается есть опубликованные достаточно большие материалы о заседаниях университетского совета и там неоднократно подчеркивается достаточно последовательная позиция Эдвина Гримма по защите либеральных ценностей ну а то что студенты университета всегда отличались про революционными и демократическими стране это одумазвучно истинно а еще такой вопрос каким образом выбирался либо назначался ректор во время Российской империи это была прерогатива министра просвещения ну и высочайшим решением как бы подтверждался выбор министра высочайшим указом а первый это я специально сделал акцент в докладе первым выборным ректором был как раз Давид Давидович Эрвин Давидович тоже был выборным ректором но вот что касается выборности на уровнях профессуры здесь был принцип нарушен вот так когда говорил о конфликте между столичной профессурой и назначенцами назначенцами называли тех кого министр своей как бы властью принудительно внедрял в структуру болезненная то внедрение естественно происходило но цели которые он преследовал были понятны это раздробить разгромить лишить эту монолит профессуру либеральную и какие-то другие настроения в университетах более монархические более верноподданнические чтобы вот эти зависимые профессуры назначенца внедряли в эту практику жизни спасибо большое Мурат к вам вопросы закончились и приглашаю ответить на вопросы Михаила Ордовского вопрос от Ирины Крайневой не совсем понятно Голубев ваш родственник спасибо нет Голубев не мой родственник но в Югославии были в эмиграции мои родственники в том числе те кто воевали в русском корпусе вот и я сказал о тех родственник которые были высланы из Югославии после войны после депортированной это происходило очень просто сажались люди вагон вагон выталкивался на территорию соседствующей страны и они оказывались там а еще такой вопрос почему как бы вы заинтересовались этой биографией вот этого человека дело в том что я со своим товарищем который живет в Сербии в Новосаде написали и ждали большое исследование вот оно это двухтомная монография по истории русско-серковской гимназии в Белграде 1920-1944 год она построена как раз на биографиях учеников вот и тех кого нам удалось найти там почти 300 биографий распространенных и в общем и целом почти всех мы нашли с помощью у нас живущих сейчас потомков этих гимназистов с их помощью книжка была издана Голубев уникальный в этом смысле он единственный кто отказался называться русским и кто участвовал в этом безумном совершенной процессе и мне показалось что судьба его в этом смысле чрезвычайно показательна хотя конечно видимо человек это было неприятно а сколько выпускников эта гимназия выпустила за время существования каких она годах существовала гимназия была создана 1920 году в Белграде полковником восставки профессором юристом Владимиром Дмитриевичем Петровым Плетневым вот и была закрыта последний выпуск был летом 1944 года за это время гимназия окончила тысяча с небольшим человек окончили вот и примерно столько же может даже чуть больше не окончили по самым разным причинам но учились в гимназии большое спасибо вам заведение потому что Плетнев со своими профессорами поставили перед собой задачу подготовить новое поколение людей которые вернутся и смогут быть полезными для новой России такая задача была поставлена 1920 год можете себе представить спасибо огромное и пожалуйста Алексея Вовка приглашаю к ответу на несколько вопросов которые здесь появились первый вопрос от Ирины Крайневой и тоже немножко от меня потому что она спрашивает каким образом верифицировали эти 10 биографий в Штранге от меня вопрос какая какие в принципе разницы в этих биографиях появлялись и там выгодили 19 верифицировал таким образом они все датированы он же когда работал в системе академии наук постоянно заполнял с одной должности приходил потом защищал кандидатскую докторскую и за 13 лет он написал свыше 10 у него было свыше 10 автобиографии все датированы что умалчивал ну например умалчивал что его отец был офицером родился в семье военного или интересный момент он везде указывал что закончил сорбонну а фактически он ее не закончил и потом он умолчал что он полтора года работал на верфи в Бельгии и там же учился его бельгийцы очень хорошо характеризовали как такого студента интересного талантливого и вот возможно вот это я не знаю почему свою работу на верфи он скрыл вот 29 30 год вообще нигде не указано случайно нашел я один документ он был для благотворительной организации русской иммигрантской он просил стипендия вот ну вот такого такого характера сведения скрывались вот Владимира Ведерникова вопрос как семья в 23-м году удалось перебраться из СССР во Францию благодаря братьям матери которые были швейцарцы именно поэтому в принципе середина 20-х годов вполне себе уезжали известные случаи ну например 33-й год семья Редлихов из Москвы уехала в Германию как немцы или например 34-й год Трушнович ну будущий НТСовец то он как словенец смог покинуть СССР то есть а для 20-х годов это в принципе да конечно было сложно но не так чтобы были какие-то серьезные препятствия от Мурата Валиева вопрос Алексей сословие национальности вероисповедания отца штанги происхождения странги дворянин Черниговской губернии православный православный от меня вопрос такой вы говорили что он был специалистом по французской истории о чем он защищал свою кандидатскую докторскую диссертацию главной работы по какой теме смотрите у него сейчас тут сейчас себе я покажу смотрите он был сейчас извините пожалуйста сейчас чуть-чуть подожди так вот у него у него была сейчас секундочку у него была демократическая интеллигенция в России 18 века это вот докторская диссертация потом была книга издана и он писал по кандидатской была по французской революции в освещении российских источников российских источников спасибо большое Олег Любежников благодарит Алексея Вовку за очень интересный доклад передаю благодарности еще раз Мурат Валиев подключается к дискуссии говорит не получил ответа на вопрос национальность и вероисповедания вы говорили православие православие отец отец у него русский но из-за обрусевших немцев спасибо огромное спасибо за внимание извините за некоторые накладки на заднем фоне но это хорошо будущее поколение историков растет отлично и теперь вопрос у нас вопросы к Светлане последней участнице будет тоже возможность договорить что вы хотели время время позволяет вы хотели бы еще какую-то ремарку сделать или сразу к вопросам перейти давайте к вопросам потому что я готова интригу сохранить чтобы все ждали статьи наконец и там уже правильно вот правильно знаете как заставить подождать у меня такой вопрос потому что я видел этот отчет о благотворительной деятельности достаточно заменить документы каждое благотворительное общество делало такие отчеты так получилось что я занимался историей католической церкви в Российской империи они тоже были отчеты случалось так что они например делали различного рода таких арестативные акции, вечера, лотереи, театры. Вот в этом участвовали ваши подопечные, которые вы следуете? Да, конечно. Я достаточно подробно изучила отчеты Ярославского благотворительного общества. Оно функционировало порядка 20 лет. И Углического общества, в которое входило два члена. Но тут интересно сказать той разницы в их функционировании, на которую во многом наложил отпечаток председатель. То есть если председателем Ярославского благотворительного общества был Крючков, который был одновременно и главой куперческой управы, то это такие очень солидные отчеты, которые могут вообще служить для написания работы по истории социальной работы в России. То есть там подробно, как все было устроено, как они определяли, значит, они определяли группы, кому они оказывают помощь. Они определяли там критерии, определенные обследования. И это очень такой деловой подход, и они использовали малейшую возможность для открытия новых заведений под своей гидой. Благотворительные танцевальные вечера там тоже упоминаются неоднократно. И они так о них говорят немножечко такой извинительной интонации, да, ну что вот благотворительность танцевальные вечера вроде как достаточно легкомысленно, да, на фоне устройства приютов, столовых, всяких убежищ, да, то есть, ну, потому что это действительно большая проблема, да, в то время была беспризорность детей в первую очередь, и сиротства. Но они тут же пишут, но, вы знаете, на этих вечерах мы собираем большую долю пожертвований, то есть мы их устраиваем дважды, трижды в год, но они дают просто огромные средства для существования вот всех этих заведений. И я думаю, что то, что вот из изучаемой мной семьи такое большое количество женщин принимало участие, да, достаточно неожиданное для того времени, я думаю, что они в первую очередь, вот причем в попечителях, да, они не только обследовали вот эти семьи нуждающихся, а все-таки организовывали, да, вот эти мероприятия. Что же касается углического благотворительного общества, которое я тоже упомянула, его председателем был литератор Соловьев, и поэтому ты когда листаешь эти отчеты, это как будто глянцевый журнал, да, то есть там много фотографий, в чем фотографии повторяются, практически одни и те же, там, значит, стихи, тоже стихи повторяются, и там, знаете, достаточно много риторики, а вот конкретных дел, собственно говоря, не так много освещается на самом деле, и на протяжении всех 18 лет существования этого общества, вот из отчета в отчет идет такая генеральная линия, что когда же мы, наконец, соберем средства для открытия приюта и, наконец, сможем выполнить нашу миссию, но этого так и не происходит, и то, что вот Иван Гаврилович, да, о котором я говорила в своем докладе, открывает-таки приют, и этот приют, как ни странно, располагается на той же самой улице, на которой располагалась Шамшева, да, не такая большая улица на Петроградской стороне, на которой располагалось углическое благотворительное общество, углическое благотворительное общество Шамшева-10, приют памяти Гаврила Степановича Буштуева, Шамшева-18, я думаю, это во многом, да, такой некий ответ на то, что, ну, благотворительность, она все-таки должна иметь такой конечный хороший продукт, да, и то, что вот этот благотворительный, ну, и как все остальные, которых я описывала, они происходили из купеческой среды, это, конечно, наложило такой серьезный отпечаток, да, на, ну, как на их деятельность, так и на отражение этой деятельности в отчетах, потому что, вот если говорить о приюте памяти Гаврила Степановича Буштуева, то мне был доступен, к сожалению, пока только один отчет, потому что личный архив Ивана Гавриловича существует, он где-то находится в частных руках в Санкт-Петербурге, и, к сожалению, для потомков семьи он утерян был, вот, ну, и по этому отчету видно, да, там описан каждый день жизни детей, и не столько, да, развлекательные мероприятия, а вот эта повседневность, благотворительная повседневность, вот, спасибо. Спасибо за развернутый ответ, поправьте меня, если я ошибаюсь, там же были действительные и почетные члены, да, и там тоже была разница в том взносе, который они вносили, я знаю, что часть интеллигенции, дворянства грешила тем, что просто входила, платила раз в год, ну, и формально просто присутствовала в этом, поэтому это была такая пассивная благотворительная деятельность, хотя, конечно, ежегодно деньги вплачивали, там до 100 рублей, мне кажется, вот, действительные члены должны были вплатить, правда? Да-да-да, на самом деле, вот я специально даже привела, да, такую выдержку, если помните, в презентации, что в Ярославском благотворительном обществе делились, значит, были почетные члены-попечители, то есть, которые осуществляли деятельность, да, кроме средств, дальше были пожизненные члены, да, они действительно вносили 100 рублей, дальше были действительные члены, которые вносили ежегодно взносы, там, по-моему, от 5 даже рублей, и были еще единоразовые всякие пожертвования, и, например, вот в одном из отчетов на приют, именно женщины семьи Буштуевых дополнительно, да, внесли деньги, и, соответственно, мы здесь, да, можем говорить о том, что, видимо, кто-то эти деньги вносил формально, а кто-то реально свою деятельность, да, прикладывал к этому, и если говорить о приюте принца Альдинбургского, да, в котором тоже, попечителями которого были тоже два представителя семьи, я приводила информацию, когда я смотрела на документы вот в фонде этого общества, ощущение, что да, все достаточно формализовано, то есть, такие прекрасные заявления о вступлении, да, они написаны, в общем, таким достаточно интересным языком, но они пропечатаны, то есть, по сути, это не личное заявление, да, а это некий шаблон. Что же касается приюта, который учредил непосредственно сам Иван Гаврилович, то, безусловно, здесь одними вложениями, да, дело не обходилось, то есть, понятно, что все члены-учредители, они принимали активное участие в его жизни. Спасибо. Спасибо большое. Это все вопросы, я только хотел бы еще сказать в конце тем, кто занимается биографистикой, как мы сегодня, очень стоит посмотреть на отчеты, потому что для меня было большое удивление, что даже домашние адреса членов общества указаны, что является важным детальным историческим источником, часто пользуюсь, поэтому советую, может быть, хорошо, чтобы немножко дольше сегодня поговорили насчет этого источника, может кому-то пригодится и в их исследовательской работе. Спасибо всем участникам. У нас чуть-чуть больше времени на отдых, так что можно не только кофе выпить, но и съесть обед. Всего хорошего и до встречи во второй половине на четвертой заключающейся сессии. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, коллеги. Мы продолжаем нашу конференцию «Право на имя. Биографические чтения». И сейчас начинается четвертое заседание. Первый докладчик у нас Ольга Тиховская, Кишинев, Молдова. Доклад называется «О структуре биографического факта из размышлений над материалами следственного дела недовольного репатрианта» В.О. Недзельского. Ольга, пожалуйста. И маленькая моя презентация, она у вас для управления вашего внешнего. Можем уже ее поставить, Дмитрий? Ну вот и следующий кадр, где название. Невольный репатриант, то есть тот, который не планировал возвращаться на родину. И давайте остановимся на первом слайде с картинкой. И пусть он будет таким вот стимулирующим наши раздумья, а потом ближе к концу просмотрим оставшиеся. Так я, в общем-то, рассчитала для того, чтобы можно было уложиться. Я не углублялась в теорию особо, но работая над биографией Владимира Осиповича Недзельского, журналиста, педагога, культурного, общественного деятеля, жизнь которого была разделена взрослой жизнью между Одессой и Кишиневым, Одессой дореволюционной и Одессой революционной, Кишиневым в составе королевской Румынии и недолгие месяцы Кишинева уже советского после 28 июня 1940 года. Поскольку очень стремительно, динамично, но это не единственная жизнь, но стремительно и динамично менялись контексты, в которых существовал этот человек, назовем его маленький человек в контексте, в бурях большой истории, выполнявший свой культурный долг, свою культурную миссию. Но получалось так, что он не подделывался, не подстраивался под предлагаемые судьбой обстоятельства, когда речь шла о выполнении своей культурной работы. И его мы можем назвать, как и многих других эмигрантов, представителями, защитниками, хранителями и создателями русской культуры. Каждый в своей сфере, каждый в меру отпущенного таланта и сил. Что я определила по отношению своему немного новому к биографическому факту, я решила для себя определить вслед за основополагающими методологическими представлениями и сформулированными Валевским и Винокуром, что же мне в новой биографической, в практике биографического письма необходимо для того, чтобы и сортировать, и выбирать, и конструировать биографические факты. Я определила для себя таким образом, что обязательно и проверила это на материале пяти биографий Пушкина. Четыре биографии на русском языке, одна на английском. Выбрала два биографических факта из жизни Пушкина, из биографии известного. Пребывание Пушкина в Каменке у декабристов братьев Давыдовых и путешествие на юг Бессарабии с полковником Лепранди и посещение крепости Измаил. Вот на этих двух фактах я сравнила, как подается, как реализуется тот или иной аспект биографического факта в различных по замыслу и по адресности биографиях. Это мне помогло. И я определяю для себя события, реально существующие, нам в эмпирике не данные, как недостижимый инвариант, промежуточный факт-идеал, который реализуется, и это третья стадия, реализуется в конкретных текстах конкретных авторов, биографов, исследователей. Вот с такой промежуточной ступенью это помогает увидеть динамику, в том числе развития и биографического знания. Мы с вами смотрим и застыли на этих портретах, на этом парном портрете Пушкин в Кишиневском парке и Иван Алексеевич Бунин. Этот портрет Бунин прислал из Парижа, когда он временно приехал со своей виллы, из Парижа прислал в Кишинев летом 1933 года. И вот уже пересечения, вот уже ответы, загадки и символы. Пушкин и Бунин, конечно, символы, символические имена для людей русской культуры, для людей культуры вообще, но для нашего персонажа Владимира Осиповича Недзельского, родившегося в Бессарабии же, в Бендерах, в семье железнодорожного служащего в 1883 году, а потом уже в школьном возрасте, гимназическом, оказавшимся в Одессе и ставшим одесситом на время. В жизни этого человека можно сказать, что и Пушкин, и Бунин не были просто символами, поскольку с Буниным у них было личное знакомство с 1913 года по Одессе. Они приятельствовали как соседи, дружили с семьями, домами и вместе пережили окаянные дни в Одессе. И, собственно, Недзельский был последним из знакомых приятелей Бунина, который посетил Буниных 24 января утром, когда они уже нагрузили чемоданы на тележку и отправлялись в порт. И именно Недзельский предупреждал, что не нужно так торопиться, что скоро англичане займут Одессу и никакой угрозы от большевиков новой не будет. Но, тем не менее, Бунины, как мы знаем, отплыли через два дня в Константинополь, простояв на рейде. Вот не символ, а живой человек. Значит, жизнь в какой-то мере была в соседстве с Буниным, духовным и таким реальным, и на фоне Пушкина. Поскольку Пушкин, как часть бессарабской культуры, и в том числе и Пушкин, воспринимавшийся и до революции, и после революции, и на территории Бессарабии, уже оккупированной румынской властью, королевской Румынией, с 1918 года по 1940 год, собственно, Пушкин, как представитель русской культуры, также был сомнителен. Даже памятник пробовали изменить для того, чтобы показать, какая культура главенствует. В 1921 году вот бывший в течение многих лет Владимир Осипович Недзельский, уже обремененный семьей с женой, с 13-летним сыном и пятилетней дочерью, переходит одним февральским днем 1921 года, 6 февраля, они переходят в Днестр и оказываются нелегально, им повезло, их не застрелили, не убили, оказываются в Бессарабии. То есть это было бегство. Мы знаем, что большая часть тех, кого называют эмигрантами русскими, в начале своего пути из России, исхода из России, технически были беженцами. Они бежали. Отчего они бежали, прекрасно сформулировал, как общую такую идею, сформулировал Иван Алексеевич Бунин в своей известной речи «Миссия русской эмиграции». И вот, оказавшись в Бессарабии и добравшись до, после допросов у пограничников с офицерами-сигуранцы, они недельски добираются до Кишинева. И с 1921 по 1941 год эта семья живет в Кишиневе. Владимир Недзельский оказывается в центре культурной жизни, но пространство русской культуры, пространство культуры других так называемых национальных меньшинств стремительно на его глазах сокращается, поскольку на территории провинции, новой провинции, румынской уже, Бессарабии проводится агрессивная политика руманизации и вытеснение всего наследия России, русской культуры. Изменяется, вопреки всем канонам, церковная жизнь, вытесняется церковнославянский, язык русский и так далее. И вот деятельность Недзельского в Кишиневе по линии журналистики просветительской пушкинистики. И можно сказать, что, собственно, Недзельский был одним из первых людей, кто внес очень значительный вклад в Бессарабскую Буниниану, поскольку в 1933 году при активнейшем участии Недзельского группа кишиневских литераторов затеяла издавать журнал на русском языке. Имя предложил другой известный поэт, но несколько иного, и, так сказать, духовного склада, Игорь Северянин, который посещал Кишинев дважды. Назвали журнал «Золотой петушок» и благодаря стараниям Недзельского и контактам, и переписке с Буниным, переписка эта продолжалась до конца 30-х годов. В первом номере «Золотого петушка» это стал уже таким легендарным, этот журнал, поскольку он не очень долго прожил, но оставил яркий след в истории русской культуры Бессарабии и культуры Бессарабии в целом. Бунин для этого журнала лично Недзельскому высылает вот этот портрет, потому что существует два отпечатка известных Бунин в шлеме и еще один. Можем перейти на следующий слайд и там увидим как раз вот, так сказать, следы коллективной работы, в том числе и при активнейшем участии Недзельского. Перейдем, этот портрет тоже оказался вот вкладом в Бессарабскую Буниняну, поскольку именно этот отпечаток публиковался в журнале впервые. И перейдем на следующий слайд и на нем немножко застрянем, пусть будет таким фоном. Вот эта линия Бунинская очень показательна, потому что когда стало известно в Кишиневе, первым получила телеграмму газета «Бессарабское слово», в которой работал Недзельский, о том, что Бунину присуждена премия. И именно Недзельский предложил провести сразу же особый вечер, посвященный Бунину, читал там стихи и в дальнейшем публиковал целый ряд статей, посвященных, небольших, поскольку такова была специфика прессы, которая была большей частью коммерческой, ну вот кроме литературного журнала. И вот эту линию он вел, он чувствовал себя лично ответственным за бунинскую тему в Бессарабии, причем в различных вариантах, и рецензия, и вот хвалебная статья в честь лауреата и так далее. И другая сторона, собственно, зарабатывал себе он на жизнь многими способами, легальными, для тех, кто оказывался беспаспортным бессарабским жителем. Он оставался подданным России, не принял румынское гражданство, и это, конечно, создавало многие проблемы. Недзельский давал частные уроки английского и французского языков и работал редактором, передовиком, как его называли, в газете «Бессарабское слово». И вот его публикации в газете «Бессарабское слово» оказались материалом для обвинения его, когда после 28 июня 40-го года «Бессарабия» была возвращена в состав России, но Россия уже советская, и среди первых представителей интеллигенции был арестован Недзельский. Его дело потом объединили. У вас осталось две минуты. Да-да-да, вот я слежу тоже, чтобы не подводить. И перейдем на следующие слайды, чтобы мы увидели, где вот очень интересный материал. Вот это последнее, что он написал в своей жизни, и следующий тоже, там оборотка. Это касационная жалоба, которую он написал уже после того, как ему вынесли смертный приговор. И выносили приговор по 54-й статье 13-й пункт Уголовного кодекса Украинской ССР, что равно 58-й статье. И в обвинительном заключении, и в приговоре суда это было повторено, что он был белогвардейцем, хотя он таким не был, и было упомянуто, мы перейдем на следующий слайд, вы сами глазами увидите, и мы сэкономим время. Вот это повторяется в разных документах, что ко дню столетия, со дня смерти Пушкина, он выступил статьей, порочащей, конреабилитационной и так далее. Вот гибель этого человека не поставила точку в его посмертной биографии, потому что в 55-м году было подано на реабилитацию, и в реабилитации было отказано, и только в 91-м году он был реабилитирован. То есть состава преступления в его действиях не было. Итог. В различных предлагаемых обстоятельствах, в враждебных и благотворных исторических контекстах человек выступает как представитель своей культуры, позитивно приумножая культуру, остается при своих определенных политических, идеологических взглядах и погибает в условиях того же самого государства, правда, видоизмененного, развивающегося, которое вот в 91-м году его полностью оправдало, сняло все обвинения. Много есть материала, который соблан по крупицам, потому что относится он к людям, опять-таки, маленьким, в большой истории, но сама биография очень важна в совокупности с другими как материал для тех, в том числе, кто занимается актуальными вопросами, актуализации такой проблемы, как культурные контакты и культурные конфликты. На этом я поставлю многоточие. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга. Следующий доклад. Андрей Гросс. Два географических пункта. Ростов-на-Дону и Оксфорд. Начало политической биографии Александра Есенина Вольпина. Арест. Ссылка. 49-53 года. Пожалуйста, Андрей. Спасибо большое, Ирина. Здравствуйте, коллеги и слушатели YouTube. Как следует из названия доклада, я собираюсь рассказать о первом опыте столкновения с государством Александра Есенина Вольпина. Есенин Вольпин – внебрачный сын Сергея Есенина и переводчицы Надежды Вольпин, известный советский диссидент, основоположник правозащитного движения. Его жизнь в 40-е и 50-е годы ранее не подвергалась целенаправленному исследованию. Мой доклад будет основан на его коллекции в архиве Международного мемориала. Это около 100 писем, записок и телеграмм Есенина Вольпина родственникам из тюрем, из ссылки, и текстов, которые он писал в стол в 49-53 годах. Я также буду пользоваться его опубликованными стихотворениями для решения проблем, которые обозначил в абстракте своего доклада. Первый из них – как Вольпин осмыслял свое заключение и несвободу. То есть, насколько это возможно, я попытаюсь выявить движение его внутренней жизни. Второй вопрос – как он переживал несвободу во внешней реальности, то есть, в каких условиях он жил после ареста и до освобождения из ссылки. Слайд, пожалуйста. Итак, в начале июня 49-го Есенин Вольпин закончил аспирантуру НИИ математики при МГУ, через месяц начал работать старшим преподавателем в Черновицком университете, и там его арестовали 21 июля на основании ордера Черновицкого управления Министерства госбезопасности. Надо полагать, что арест в Украине оказался для него неожиданностью. В письмах матери от 9 и 17 июля Вольпин сообщал об отсутствии интереса к политике и людей, с которыми можно было бы ее обсудить. Вольпин находился в Черновицкой тюрьме три дня, затем его самолетом этапировали во внутреннюю тюрьму МГБ в Москве, и на Лубянке 25 июля ему предъявили новый ордер на арест, по-видимому, чтобы иметь формальное основание для передачи следствия в руки московских чекистов и суда по уголовному кодексу РСФСР. Его обвинили в контракционной агитации чтения стихов антисоветского характера, речь шла о стихах 46-го и 48-го годов, в которых он писал об идеологической индоктринации и о репрессиях. Следствие по его делу было внезапно приостановлено 8-го августа, математика перевели в Институт судебной психиатрии имени Сербского, и 1-го сентября судебно-психиатрическая комиссия признала его невменяемым. Я оставлю это довольно большой сюжет, вообще объяснение причин психиатрического диагноза и спасения Вольпина от лагеря для стазии вопросов, довольно интересная история. Итак, 16-го сентября следственное дело Вольпина с предложением принудительное лечение было передано в особое совещание МГБ. 1 октября особое совещание приняло решение о направлении Вольпина на принудительное лечение в соединении с изоляцией, как там говорилось. И через 3 недели, 21 октября, его этапировали в психиатрическую больницу при тюрьме номер 2 в Ленинграде. До этого он находился в Бутырке, где каждые 3-4 дня получал передачи с продуктами и табаком от матери. Следующий слайд, пожалуйста. В больнице тюремного типа Вольпин решил воспользоваться заключением для чтения работ, с которыми планировал ознакомиться в Черновцах. В письмах матери он просил присылать математическую литературу из его домашней библиотеки и столичных книжных магазинов. Следующий слайд. Когда Надежда Давыдовна выслала все работы, ему понадобилось отслеживать новые издания и журнальные публикации. И в этом переводчице помогал Мстислав Грабарь, известный участник так называемого «Братства нищих сиборитов» группы друзей Вольпина, осужденных в 46-м году. Когда в начале сентября 50-го года он писал это письмо, ему казалось, что его освобождение задерживают. В письме матери от 8 января 50-го он делился надеждой, что его отпустят уже весной. Вольпин просил прислать ему одну чистую рубашку, чтобы он мог, цитата, «нарядиться, когда выйдет». Надежда Давыдовна приехала к сыну в Ленинград в начале марта. В письме, отправленном в Москву сразу после ее отъезда, Вольпин просил мать не скучать, цитата, «уже кажется ждать не так долго». 11 мая он прошел судебно-психиатрическую экспертизу, в результате которой врачи признали ненужность продолжения принудительного лечения. Не дождавшись освобождения ни в июне, ни в июле, он подал заявление в особое совещание МГБ, которое, конечно, было оставлено без внимания. Поэтому письмо матери из Ленинграда 4 октября 50-го года в части о перспективах освобождения содержало лишь короткое сожалению. «Никакими новостями порадовать себя не могу и не жду в ближайшее время никаких перемен в моем положении». Вольпин как будто начал привыкать к неспешному ходу жизни в больнице тюремного типа, и его жизнь в ней характеризовалась пугающим постоянством. Письмо бабушке, отправленное 18 июня 1950-го года, не отличалось от писем матери конца 49-го и начала 50-го годов. Цитата, «Я тут пока здоров, валяюсь все дни на постели, задрав ноги кверху и читаю книжки, математические, а также всякую ерунду». В сентябре, когда перспективы освобождения оказались ему особенно мрачными, он предполагал, что докажет какую-нибудь теорему, если его, как он писал, продержит достаточно долго. Там же он начал выписывать литературную газету. В одном из первых писем из больницы в декабре 49-го года Вольпин с присущим духом вызова и превозмогания описывал свое состояние. «Чувствую себя хорошо, за время ни разу не болел, прибавил кило в весе, целые дни лежу в постели под одеялом и читаю, несчастным себя не чувствую и не считаю». Спокойный такой тон был характерен для большинства его писем. Со дня ареста в Черновцах прошло уже 5 месяцев и может показаться, что в Ленинграде математик смирился со своей судьбой в относительно легких условиях тюремной психбольницы. Недолгое заключение не воспринималось как трансформирующий отрицательный опыт. Однако, по-моему, более предпочтительным кажется другое предположение. В этом письме мы слышим Вольпина, уже отрефлексировавшего арест и проведшего определенную работу над своим ям. Можно следующий слайд? Собственно, Вольпин начал анализировать свое новое положение в день ареста. Находясь в его тюрьме в Черновцах, он напишет в стихотворении «Как не стараться зачинить разрыв», в котором запечатлеет новый опыт тюремного заключения. Опыт этот был однозначно отрицательным, как он заметил в другом стихотворении два года спустя. Следующий слайд. Однако, кроме фиксации эмпирических переживаний, он также начинает оформлять переворот в сознании, произведенный в нем арестом. Вольпин обозначает арестом разрыв, в кавычках, с прежним «я». Заключение, которое он предрекал в стихах 46-го и 48-го года, свершилось, и пистемистические ноты предыдущих стихотворений уступают место уже имеющемуся там состязательно торжествующему тону. Таким образом, этот самый разрыв, произведенный арестом, отмечает лишь, скажем так, новый этап политического позиционирования. Прежние основания личности Вольпина остаются непоколебимыми, и с этого момента он настраивается на их сохранение. Поэтому новый, как бы для него, этап чувственной жизни характеризуется состоянием бесстрашия перед возможными последствиями ареста. Следующий слайд. Описание этого состояния будет встречаться и в следующих стихотворениях периода заключения ссылки. Кроме привычного духа борьбы, стихи Вольпина обретают там назидательный тон. Только что очутившийся в тюрьмах, в Черновцах и на Луганке, математик предостерегал себя от смирения с заключением и настраивался на преодоление лишений. Однако в начале ноября 49-го в Ленинградской психбольнице Вольпин пишет стихотворение Фронда в нехарактерной для него исповедальной манере. Следующий слайд. Вольпин оглядывается назад и подвергает критике свой образ действий до ареста. Пустые разговоры на политические темы без настоящего дела теперь кажутся ему бессмысленными. В стихотворении Вольпин прибегает к риторическому самовопрошанию. Он не уверен в своей стойкости перед тюрьмой. Легко заметить, что Фронда выделяется в ряде, так скажем, политических стихов Вольпина. Обычно в них сочетался критический анализ окружающей действительности и призывы к действию в ней на основе готовых убеждений и чувств. Дидактизм Фронда, напротив, выражался в крайне редких для математика самокритики и сомнениях в своих силах. Такой способ наблюдения над своим социальным я был не свойственен Вольпину. Обычно он изображал себя как человека действия или призыва к нему. Чем бы ни была эта безрадостная интроспекция, эффектом заданной формы произведения или эпизодом неуверенности в своих силах, она лучше всего дает понять поэтическую природу автобиографических текстов Есенина Вольпина. В отличие от внешних условий движения в сознании математика были изменчивы и неуловимы, поскольку сложно себе представить, чтобы молодой человек ни разу не чувствовал сомнений в своем характере и страхах перед независящими от него обстоятельствами. Вспомним строки из стихотворения 51-го года «Я недаром узнал тюрьму, страх и голод». По-моему, необходимо отвергнуть предположение, что в письмах и стихах временно-реста мы имеем дело с неким настоящим «Я» Вольпина. Дух борьбы и превозмогания над внешними условиями, чувствующийся в них, мог быть результатом упрощения и некой стилизации чувственной жизни. Иначе говоря, Вольпин на протяжении нескольких лет просто сознательно вырабатывал стиль описания собственного бесстрашного и бескомпромиссного «Я». Но, как я показал в докладе на прошлогодней конференции, если кто помнит, он сохранил этот стиль самоописания до 60-х годов в своих дневниках. 14 октября 1950 года Вольпина освободили из ленинградской психбольницы. Решение о его освобождении было принято особым совещанием еще 9 сентября. Его приговорили к ссылке на 5 лет в Карагандинскую область Казахской ССР. В начале ноября Вольпин прибыл в Караганду. 16 числа его освободили из пересыленной тюрьмы. Ему приходилось первое время снимать комнату у пары незнакомых ему пожилых людей. Они давали ему деньги на письма и телеграммы матери. Поэтому в новом письме от 17 ноября 1950 года была старая просьба. Цитата «Не оставляй пока безденежной поддержки, если не хочешь, чтобы я протянул ножки». Уже на следующий день Надежда Давыдовна выслала телеграфом 900 рублей и будет продолжать делать постоянно. Через два дня после освобождения Вольпин начал работать учителем математики в величайной школе. Работа с 19.30 до 22.15 не внесла кардинальных изменений в жизненный ритм его. Описание новых путней мало отличалось от периода заключения в тюремной больнице. В письме, например, от 13 декабря 1950 года он писал матери «Целые дни я свободен и занимаюсь по тем книгам, которые ты мне присылала в Ленинград». Как и прежде, переводчица была связующим звеном между Вольпиным и его коллегами. Она передавала письма и просьбы сына известным советским математикам Борису Трахтенброту, Софье Яновской, Петру Новикову и Павлу Александрову. С их помощью Надежда Давыдовна присылала в Караганду фотокопии и рефераты статей советских и иностранных математиков. По-прежнему ей помогал Мстислав Грабарь, параллельно снабжавший друга номерами журнала «Успехи математических наук». Следующий слайд. Спустя месяц после освобождения Вольпин обосновался в двух комнатах казенного одноэтажного барака, обходившихся ему. 12 рублей в месяц он предполагался для рабочих, для людей, работающих официально. За 120 рублей в месяц соседка помогала ему с домашними делами. Увольнение с работы в феврале 1951 казенного барака ему разрешили жить в нем до июля. Искать новую работу он не торопился. Как видите, мама и бабушка продолжали снабжать его деньгами и одеждой, и он радовался свободному времени для занятий наукой. Кроме этого, он проводил время в прогулках по Караганде, и к весне 1951 года в селе Михайловка, входившем в состав Караганды, обосновались знакомые Вольпина Валерия Герлина и Юрия Айхенвальд, уже женатые, высланные из Москвы. Примерно через месяц после Вольпина в квартире Айхенвальда появился Наум Коржавин. Кроме него постоянной гостьей парой была многолетняя узница ГУЛАГа Ольга Адамова-Слезберг. Они оставили однотипные воспоминания о его поведении в ссылке. Например, на дне рождения Адамова-Слезберг 1 августа 1951 математик произнес тост за то, чтобы подох Сталин. Попытки именинницы силой закрыть ему рот не увенчались успехом. Протестуя против, скажем так, товарищеской заботы и страха перед стукачами, Вольпин восклицал «Я свободная личность, вы не смеете зажимать мне рот». Таких случаев было немало. Друзья видели в поведении Вольпина элемент несерьезности, некой театральности. В одном из своих стихотворений, надо сказать, он называл себя взрослым ребенком, над которым смеется власть. В обеих оптиках его действия относились скорее к репертуару актера театра, будь то комедии или драмы, а не инакомыслячего времен сталинизма. Понимая это, он писал стихотворение 1946 года о свободе как к неразумной цели. Это неразумное игровое поведение, не считавшееся социальными нормами, на деле вело к реализации самой свободы. Следующий слайд. В Караганде мышление Вольпина о свободе стало приобретать вид системы взглядов. В середине февраля 51-го он начал писать эссе «За что я в ссылке», к сожалению, не распространившиеся более чем на две страницы тетрадных. В начале текста Вольпин упомянул несохранившийся философский трактат под названием «Исплена понятий», в котором, цитирую его, содержался общий прием осуждения любой формы власти как собирающего волевого начала и в связи с этим любой идеологии. В описании своего характера, который вы видите на экране, Вольпин давал понять, о каких формах власти могла идти речь. Он отрицал не только политическую власть, но и власть семьи и общества над личностью. Он наставил, что из него нельзя сделать корову, цитирую. Вольпин был готов взваться лошадью, потому что она сопротивляется принуждению. Фигура коровы, живущей не своим разумом, а целями пастуха, представляла собой аллегорию на несвободу. Из описания характера и утверждения об осуждении любой формы власти можно сделать вывод, что Вольпин исповедовал такой радикальный анархический индивидуализм. В июле 51-го его лишили квартиры в этом самом бараке. Новое место проживания он нашел в частной квартире. Отношения с хозяйкой быстро перестали быть просто деловыми. Вскоре после знакомства она попросила приютить на несколько дней ее дочь, возвращавшуюся домой из Тбилиси через Москву. В августе Надежда Давыдовна приехала к сыну. С ее помощью Вольпин переехал в дом хозяйки в Михайловке. Они заключили такой договор, по которому хозяйка и ее родственники помогали математику по домашнему хозяйству. А Надежда Давыдовна Вольпин высылала из Москвы нитки, постельное белье, одежду и обувь в Караганду. В сентябре 52-го Вольпин снова начинает работать в школе. В том же году он закончил свою первую статью по математической логике с публикацией которой ему помогали Петр Новиков и Владимир Тархтенброд. Следующий слайд. Смерть Сталина 5 марта едва ли придаст надежды на возвращение домой. Спустя две недели он не в первый раз напишет в письме матери о нескором освобождении. Через неделю вышел указ Верховного Совета СССР об амнистии, той самой Бериевской амнистии. Привязанность к устраиваемому в течение нескольких лет быту и недоверия к власти не позволяли ликовать. В письме бабушке, например, 29 марта он без радости писал, что цитата формально подпадает под действие объявленной вчера амнистии. Он не был уверен, дадут ли ему право на проживание в Москве или ему цитата придется сперва повиснуть на некоторое время в каком-нибудь Иванове. Он даже допускал, что может остаться в Караганде на месяц для чтения присланных в библиотеку книг из Москвы или даже до конца учебного года. Об освобождении с разрешением вернуться в Москву ему объявили 14 апреля. Желания продлевать ссылку больше не было. Можно следующий слайд? Он забросал буквально родственников в Москве телеграммами с просьбой выслать деньги на возвращение домой. Покинул он Караганде 25 апреля и через 4 дня был в Москве. Что можно в заключение сказать о влиянии года тюрем психиатрической больницы и трех лет ссылки на Исеина Вольпина? Можно ответить словами его первой жены Виктории Вольпиной, о которой она мне сказала в интервью. Цитирую. Алика Вольпина, которого мы знаем, не было бы без Надежды Давыдовны. И правда, его мать и бабушка обеспечили ему безбедное существование в Караганде. Он использовал время ссылки для занятий математической логикой, по которой затем специализировался всю жизнь. С помощью друга и матери математик поддерживал социальные связи, выстроенные до ареста. Сам, конечно, он вел переписку, об этом я забыл упомянуть. Кроме того, в заключении ссылки он формализовал свои представления о свободе и отношения свои к советским порядкам. В сущности, Вольпин впервые признался в анархическом индивидуализме или в либертарианстве, о котором он потом уже говорил, с конца 50-х до эмиграции в 70-е годы он будет делать это не раз. Его критика относилась не только к власти коммунистической партии, выражавшейся в идеологической индоктринации и репрессиях, но и власти социальных норм и, как я выразил, товарищеской заботы родственников и друзей, которая на деле означала ограничение свободы. У меня все. Большое спасибо за внимание всем. Андрей, спасибо. Прежде чем предоставить слово следующему докладчику, я хочу напомнить, что вопросы слушатели могут посылать в чат Ютуба и в чат Фейсбука. Мы ждем вопросов к докладчикам. А сейчас предоставляю слово Монике Кринюскайте из Каунаса биографические нарративы и современные репрезентации советских литовских писателей. Пожалуйста, Моника. Добрый день. Я хочу сказать, что извиняюсь, что у меня язык не такой хороший и для меня это очень тяжело говорит по-русски. Это моя первая конференция. Я извиняюсь, что будете ошибкой. Если вы меня не поймете, я как бы хочу все. Тогда можете мне имейл или что писать. Да, что я хотела сказать, я очень короткую презентацию сделаю. У меня есть текст, но я не буду это читать, потому что он очень долгий. я просто буду сказать самые важные акценты мою презентацию и эти идеи, чем я хочу говорить. Я хочу сказать, что моя презентация про три литовские и советские писатели. Это Томас Венслова, это Юстинас Марцинкевич и и все писатели у них есть неважная и очень интересная биография. И эта биография, что меня интересует, как меняется мнение про эти писатели, когда меняется политическая ситуация в Литве, когда меняется геополитическая ситуация, когда меняется режим и когда эти другие исторические и социальные времена меняют эти интерпретации. Хорошо, тогда про Венслову. Он был сын очень знаменитый советский писатель и тоже член Коммунической партии, который делал большую политическую карьеру в Литве Антанаса Венсловаса. Он радился на такой семью и как бы у него был все возможносты сделать очень хорошую карьеру в Литвии, Советской Союзе, как писатель. Он студировал в Вильнюске universитете литовскую 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 и когда время пришла Венгерская революция и 1096 года, тоже 20-го съезда КПСС и все это, когда культ Сталина был осужден, и все этот политический процесс поменял Венсловаса мнение про Советский Союз, про Советскую систему, и он после этого начал дружиться с диссидентом, литовский и тоже из России, московский и Питерс, Санкт-Петербург и так далее, ленинградский диссидентом, нашел такой круг дружиев, тоже был коллеги дружиев с Йозефом Бродским, и он диссидент и опонент тенденцией в него были много-много тенденцией мнения про Советскую систему, и написал открытый письмо для Центрального комитета коммунистической партии, где он, конечно, что он сказал, что я, как писатель, не может жить, не может жить и как бы сделать карьеру Советской Литвы, Советский Союз, и он попросил, чтобы семьей он мог выйти за границей из Советской Союз. И тогда 1975 году он был член Литовской Хельсинки группы, и только я думаю, что только факт, что он был сыном Антенна Славянславуца, он не ходил в тюрьму или в психиатрическую больницу, он смог, ККГБ этого не хотело, но он смог выйти в Запад там он тогда Чеслов Милош пригласил Беркли, Калифорния, тогда Вейле он преподавал русской literатурой, полской и литовской literатурой язык, был профессор Вейле и всегда liberal и критик советской системой. Тогда другая биография Юстинас Мерсинкевич он начал как писатель очень хорошей отношения советской системой он был стиль писалис поэзиј, ну писалис стиль социализмой на самом начале. Ну, у него была такой традиция литовский romантизм и неоромантизм. И у него поэзия как бы литовске общество стала увидеть какие-то символи, эзопа язык, и стала видеть интерпретацией литовский национализм. И он тоже делал хорошую карьеру как писатель, хорошую карьеру как политик тоже советскую систему, был членство союз писателе советскую литву. Ну, такой хорошую карьеру делал. И тоже только когда переструйка началась, он как бы изменил мнение, и тогда был продвижение, что Литва была неизвестима, что не была членом Советского Союза. И только тогда он как бы поменял его мнение, но он всегда как общество, люди думали, что он не дизидент, про литовский национализм, и не видзелет символы его поэзии, и он такой был как герои национальной. Герои национальной в границе советской системы, не за границей этого системы, но как бы члене систему. И тогда биография другой, третей, и Юзас Балтушис, он был такой настоящий идеологический, тоже он был такой просоветскую систему, просоветскую союз, он был сам коммунист, я думаю, и такой всегда, никогда он этого не закрывал, это не была какая-то тайна, он был открытый коммунизм, и когда перестройка началась, он как бы был просоветскую систему, прокоммунизм, и тоже хорошая политическая карьера, и все это, ну, как писатель, он есть хорошо знанный Западом, там тоже выиграл призы, и премии, и он хороший как бы писатель, и что интересно, что эти три писателя, и ей биографии имели как бы интересные интерпретации на постсоветская эпоха в Литве, и тогда это новая эпоха, после Литва стала член Европейской Союз, другая эпоха, и когда этот постсоветский период был, так Венслова был не герой, но тоже не антигерой, он только консервативные, консервативные люди, им были критические, про ее либерализм, и такой, да, дружиться с русскими, тоже по Польши, и все национальности, и что он уехал из Литвы, как бы, Запада, были это критики, но не такая большая критика, Юстина Смарсакевичусь был, конечно, героем, уже сказала, националист, герой, такой комформист, ну, герой, как бы, у него был комформист, но тоже этот патриотизм про Литву. А третий писатель Балкушис, он был антигерой, потому что он был открытый про советскую систему, а процесс теперь, что это очень интересно, как эти интерпретации меняются, и я могу сказать, что сегодняшний день Марцинкевичу, он как бы много политологий, историк, выйдет его в критике, потому что он как бы играл в системе, не был диссидент, и он как бы пытался свою поэзию репрезентировать эту версию какой-то литовский национальный коммунизм, как бы патриотизм, но тоже коммунизм. Так он как бы из героя теперь чуть-чуть антигерой тоже. Или люди, которые очень радикальные правые люди видят его как герой еще сегодня. Тогда Балтушис, это очень интересно, что он был такой антигерой, но сегодня опять молодые люди интересуют, что он написал, он как бы интерпретирует ему как хороший писатель, и что нравится молодые люди, что он как бы не играл этот double face game, он всегда был такой открытый, что он думает про систему, никогда не старалась сказать, я и националист, и тоже я про советский писатель, что он был открытый про ее идеальные идеологии, и все открытый в правде был, правду говорил, а венслово это два таких группы, литовский публический дискурс сегодня есть одна группа людей, которые интеллектуальные, которые в академии, академические мир, они как бы видят ему как социальный критик, он сегодня тоже активный публический дискурс, активный масс-медиа, он говорит про проблемы, говорит про тенденции к радикализму, говорит, что он хочет как бы оппонент этого политический радикализм или радикальный национализм, и потому, что радикальные правые консервативные, ну, радикальные консервативные люди его ненавидят, думают, что он глобалист и все такое, там, либераль, и как бы да, он против литовцев народной интересы, вот такая интерпретация, конечно, да, либеральные люди думают, что это хорошо, что он такой критический и про демократию, про право человека, про демократические идеалы и все такое, ну, вот я думаю, что интересно эти трех биографий, что Венслова, который был настоящий диссидент, антисоветский диссидент, он цепьер, как бы, есть люди, которые думают, что он анти литовский или что это, а путь, а путь, он как бы реабилитов, 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 его систему, не путь, а изминяюсь Балтушес, а Марсинкевичу, эта дискусия пройдет теперь, какая интерпретация должна быть про него. Спасибо, извиняюсь опять для мой язык. Моника, спасибо за ваше мужество в первую очередь, за хороший русский язык, и чтобы вы уложились во времени, и вообще очень интересный доклад. Спасибо вам большое. Итак, Дмитрий Пантин, Гданск, Польша, Музей Второй Мировой Войны. Доклад называется «Коллекция архива устной истории Музея Второй Мировой Войны в Гданске». Дмитрий, пожалуйста. Спасибо большое за приглашение и за доверие, потому что я имел честь сегодня модерировать панель, также хотя бы несколько слов рассказать и представить о той работе, которую мы с ребятами делаем, начиная с 2012 года. На картинке, которую покажу вам, это наш музей, в котором мы работаем, Музей Второй Мировой Войны в Гданске. один из самых больших в Европе нарративных музеев, и здесь это является важным. Почему нарративный музей и биографистика, которой мы занимаемся на этой конференции. И очень логически то, что мой реферат является последним рефератом данной конференции, потому что все представленные методы, способы, исследования, биографии, раскрытие каких-то частичек, в конечном итоге находят себя либо в публикациях, либо в представлении на музейных экспозициях, и об этом я хотел бы больше поговорить, потому что наша коллекция архива устной истории, она направлена на то, чтобы обогащать нашу нарративную экспозицию. Что это такое? Стоит сказать, что начиная с 70-х годов начинается перелом в современном музее видений, и модернистические музеи изменяются, теряют свою силу и переходят в сторону постмодернистических музеев. Чем они отличались? В модернистическом музее была абсолютная диктатура знания, то есть куратор, который являлся человеком, который придумал экспозицию, хотел, чтобы то, что он придумал, находилось в голове его посетителя. Не было никакой обратной связи, не было никакой коммуникации, человек не должен был входить в коммуникацию с экспозицией, ему необходимо было только взять и принять все, что ему представили кураторы экспозиции, и в принципе все музейное образование, все знания заканчивались после того, как человек музей покидал. постмодернистические музеи, в том числе музей нарративный, они немножко по-другому строят свою коммуникацию с посетителем, сейчас она позволяет человеку погрузиться в какой-то исторический процесс, то есть передвинуть этот акцент с знаний в сторону эмоционального переживания, чтобы поставить вопрос не на дачи ответов, а только на задавание вопросов. Поэтому мы, как специалисты, которые создаем современные музеи, постмодернистические, для нас главное правило то, что обучение, музейное обучение знания наступает после того, как человек заканчивает посещение экспозиции, когда у него рождаются вопросы, он может еще раз возвращаться, и поэтому перенесение центра тяжести от доминации знания, которая забивала в голову заставленные шаблоны, заставленные экспонаты, витрины, в сторону более глубокого эмоционального переживания этого события, которое представлено на экспозиции, является отличительным знаком нарративного музея. Что такое нарратив? Нарратив это повествование, то есть в данном случае экспозиция строится при помощи такого повествования, в котором есть начало и конец, соответственные точки, но и также в каждом повествовании есть кульминация. Кульминация нарративного музея у каждого человека, посетителя наступает в другом месте, то есть человек сам в каком-то моменте погружается, в каком-то моменте сочувствует, сопереживает, а вся вот эта визуальная архитектура мультимедийными киосками, экспонатами, графиками, картами, звуками, сценографией помогает нам понять и соучаствовать эмоционально пережить этот процесс, в котором он находится, почувствовать и прожить эту повесть, эту историю. Поэтому, когда мы говорим нарративный музей, повествовательный музей, нам это абсолютно связано с теми моментами, которыми мы занимаемся на нашей данной конференции. Поэтому, когда мы создавали главным, главным началом нашего архива устной истории было собрание вот таких устных воспоминаний, нарративных интервью, которые мы проводили со свидетелями истории, чтобы через дни мы могли рассказать историю Второй мировой войны. Потому что самое проще дойти к человеку с уровня человека. То есть, этот антропологический подход, когда человек является главным героем всех событий, не какой-то генерал, не какой-то обычный человек, который находится в историческом процессе во время промежуновения, и мы с уровня человека переходим на уровень человека. То есть, когда у нас приходят ребята 18-летние, 20-летние, старше, и слушают воспоминания человека, что он делал, когда ему было 18-20 лет, он может просто ассоциировать, соучаствовать в этом процессе, подумать, а что я сейчас делаю, почему, как тяжело живется. Вот именно такое погружение историческое нам очень-очень интересно, поэтому мы старались собирать эти воспоминания для представления их на нашей главной экспозиции. На нашей главной экспозиции имеется 460 минут различного рода воспоминаний. Мы также, я хотел подчеркнуть, что мы не снимаем никаких экспертов, мы снимаем только свидетелей истории посредством биографического интервью, такого нарративного интервью, два человека, один главный проводящий, и другой, который прислушивается, чтобы он впоследствии заполнить эти луки, заполнить белые пятна, которые появились во время экспозиции. к сожалению, мы очень часто ездим за границей снимаем, потому что музей второй мировой войны, то есть нас интересуют все участники, только чаще всего мы не возвращаемся сюда в второй раз, нам тяжело расписать таким образом работу, чтобы мы там присутствовали несколько раз, возвращаясь в одно и то же место, поэтому нам необходимо вот таким образом вести два человека интервью, соблюдать, записывать, и чтобы как можно меньше пробелов было. Поэтому один внимательно слушай, где-то в уголку, чтобы не было видно, а второй человек проводит интервью. Всего у нас собрано до этого времени более 500 интервью по всему миру, в том числе в Польше, Украине, Беларуси, Германии, Литве, Казахстане, Австралии, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Новой Зеландии, Сербии, Боснии, Вертаговине и Киргизстане. Таких государствам нам удалось, конечно, количество разное, например, в Киргизстане у нас всего лишь одно интервью, но в Польше, конечно, самое большое количество. Хотя другие государства далеко не отпадают в этом рейтинге. И поэтому для того, чтобы представить это интервью, я сейчас вам представлю вот на этих картин, которые вы видите перед собой, они представлены именно в этом широком контексте, в этой визуальной историографии, которая является отличительной чертой нарративного музея, в которой все пространство, все техники, которые помогают нам понять и погрузиться, и пережить, понять вот это вот... Дмитрий, что-то со звуком. Мы перестали вас слышать. Проверьте звук, пожалуйста. Дмитрий, мы вас не слышим. Не слышим, что-то. Коллеги, сейчас у Дмитрия возникла проблема со связью, сейчас он восстановит свой зум, и мы дослушаем его доклад. А пока я хочу напомнить, что мы ждем от слушателей и участников конференции вопросов к докладчикам. Вопросы уже начали поступать, и, может быть, пока Дмитрий восстанавливает связь, я предложу Андрею, Андрею Гросс, вопросы, которые поступили к вашему докладу. Андрей, вы готовы? Да, я готов, меня видно. Значит, первый вопрос от Ирины Крайневой. Вы упоминали математика Трехтенборда, она спрашивает, это Борис Абрамович? Да, это Борис Абрамович Трехтенборда, может быть, не очень известный советский математик из тех, кого я пересислил. Мне неизвестно, как они познакомились, видимо, это произошло в году 47-48 где-то на конференции, возможно, в Украине, потому что Борис Трехтенборда учился как раз в этом самом Черновицком университете, а потом в аспирантуре учился у, пожалуй, самого известного математика, который занимался математической логикой в Советском Союзе, Петра Новикова. Вот, и они с Есейной Гольпиным вели переписку, Трехтенборда вел переписку и с его матерью, поэтому были знакомы довольно близко. Вопрос, Андрей, еще к вам от Александра Даниэля, это два вопроса. Первый вопрос, как соотносится образ коровы, как символ согласия с несвободой, со строчками известного стихотворения? Сограждане, коровы и быки, до чего вас довели большевики? Спасибо, Александр Юрьевич, за вопросы. Мне кажется, он меня недопонял. Это первый вопрос, будет еще второй вопрос. Я понял, да, я выйду за вопросы. Он недопонял, видимо, меня. Корова там, очевидно, это не символ свободы там и инакомыслия, это как раз аллегория на несвободу, на несвободу советских граждан, поэтому сограждане, коровы и быки, до чего вас довели большевики, как там, да, говорится. То есть символ коровы – это символ несвободы для Вольпина. И он писал в своем эссе, что я не корова, а я скорее лошадь, которая вот брыкается, как он писал. Лошадь – символ как раз свободы, символ его инакомыслия, которое, значит, согласно которому вот он там сопротивляется. Насколько я поняла, Александр Даниэль интересуется, как это соотносится по времени. А, по времени. Ну, там у меня был комментарий, то есть вспомнить бы. Что было раньше, что было позже. Да, раньше, конечно же, было упоминание вот этой коровы в эссе, за что я в ссылке, 51-й год начала, а стихотворение он начал писать, именно эти первые строки, в 52-м году еще был, когда в Карганде. Так что источник, мне кажется, именно вот в этом эссе. Ирина, вас не слышно, вы замутили случайно микрофон. Извините. Андрей, спасибо. К вам больше вопросов нет. По-моему, к нам вернулся Дмитрий. Дмитрий, вы вернулись? Да, да, я появился. Извините. Да, да. Ничего страшного. У нас было время на то, чтобы часть вопросов удовлетворить от слушателей. Дмитрий, пожалуйста, продолжайте. Да, я просто вернусь к показу, буквально еще несколько минут заберу от времени. Вот именно в этом контексте, о котором я говорил, широким представлено. Видите, например, здесь есть фильм, посвященный памяти Катыни, катанинского преступления. Здесь возможность все посмотреть. Также имеется мундир сотрудника НКВД, который как бы навязывает и находится в этом историческом контексте, помогая понять. То есть используем разные такие методы, чтобы людям приблизить и использовать. Вот, например, таким образом у нас представлено концентрационные лагеря немецкие. Вот здесь, входя в каждую такую будочку, можно как бы в отдельный маленький барак, можно познакомиться с разными аспектами жизни, где представлено. Поэтому мы не даем комментарий к этим воспоминаниям, когда используем биографически. Нас интересует только то, что люди пережили на собственном опыте. Когда мы даже берем интервью, всегда все стесняются, говорят, ну, нет, ну, мы не знаем истории, там, в книжках. Все, что в книжках написано, мы знаем, нам известно, мы историки. Нас интересует ваш личный опыт, ваше личное переживание, потому что это является для нас смыслом показывания именно человек, когда говорит о своих воспоминаниях. Мы также не делаем комментарии к этим воспоминаниям. Мы, конечно, выбираем какие-то фрагменты, но чтобы показать, насколько это является важным. Именно тоже даже разные подходы, особенно к спорным темам, где есть возможность послушать, как разные люди с разных перспектив видели, например, разные исторические события, в том числе, например, жизнь в консервационных лагерях. Для некоторых это было время встречи, где познакомились с друзьями на всю жизнь, достаточно легко говорили, бывают такие воспоминания даже. Не в том числе, например, если говорим о польском наследии, которое очень сильно страдало в консервационных лагерях. И поэтому это одно направление. Второе направление, это все-таки этот архив узной истории, просто для того, чтобы показывать эти материалы, которые мы презентируем, не только использовать их в научной работе, о которой, конечно, понятно, мы занимаемся, то есть, как я работаю в научном отделе, это биографии, и мы пишем тоже различного рода нарративные, вещи, также биографии, например, не только людей, но тоже биографии какого-нибудь населенного пункта, биографии городов, и мы подойдем так более методологически, можно к этому относиться. Поэтому следующий раздел, который я представлю вам буквально в последних три минутки я займу выступление, я попрошу тоже Дмитрия, чтобы он включил за секунду этот фильм, который мы делаем, то есть мы работаем тоже на создании документальных различного рода фильмов, этюд, миниатюр мы это называем, где показываем и используем вот эти воспоминания, которые делают, это не всегда такой типичный документальный фильм, это также такие, знаете, ностальгические фильмы, где можно послушать именно диалект этих людей, разговоры этих людей записаны, и тоже природу, потому что мы делаем не только вот эти записи, интервью на польском интернотации, то есть эти интервью не делаем не только судьбой, но также мы записываем образ, место, в котором мы находимся, деревня, которая исчезает, это тоже можно признать жизни. Вот сейчас будет представлена такая маленькая миниатюра, буквально 33 с чем-то минуты, которая показывает историю жизни одной деревни, куда были депортированы поляки и немцы в 1936 году, в том числе и моя семья, и в Казахстане, в северном Казахстане, и там воспоминания этих людей об этой депортации, и также какой-то объединенный образ этой деревни, которая сейчас сохранилась. Я попросил бы сейчас Дмитрия включить этот фильм, и уже сейчас вот так мы работаем в одной из таких фотографий, где я присутствую, у меня видно, как мы его записываем и работаем, и сейчас хотел бы обращать внимание на этот фильм, и уже сейчас попрощаться с вами, но поблагодарить за то, что пригласили на конференцию, у меня в общих словах все, к сожалению, этот перерыв тоже немножко у меня свои коррективы в мое выступление, но главное, чтобы увидеть еще то, что мы делаем, эту продукцию. Спасибо большое. Дмитрий, простите, а сколько минут фильм? Три с чем-то. Понятно. И, пожалуйста, не уходите, потому что к вам тут нападало очень много вопросов. Хорошо. На память уже, вот не помню, уже моя голова, уже много я поговорила, и все. Ну, чекайте, зараз еще что-то. Ну, а зараз мы спеваем на похорнах. На Аньолпанске Нкнели звони И тихо скарба Янкнела вдаль И заспылнили Сребнистые тоны На земи смуток На земи жаль И заспылнили Сребнистые тоны На земи смуток На земи жаль Сребнистые тоны В вагонах бы увезли кровь из товара Собу А мы такие Малые дети Родители Матки, бабки Ехали То не можно было Горбатки выпить Так, шарплтенвагон у нас То и впадали З вишка И то горбатка Горомцы Розливалась А я не могла переносить ту езду А маме была еще маленькая девочка То она дает уже, чтобы кто-то был А мне уже на руки И меня уже бывает, чтобы я Вот не могла ехать Воно там ее дестормовать И мне воно все было Это же не был поезд Специальный такой Что это А он то варняк Там и люди И эти коровы тоже Как шагнет им То эти коровы аж Люди знали, что раз выстрелка То же надо Встраиваться Навсегда Девсю Бо и дальше То была станция Таенча А там только Привозили нас на машинах И высыпывали прямо так Голый степ Ниц не было Ни трава едная Ни корчика не было Ниц И дуже нам там тяжко было И слонку полило Дети маленькие Дуже вмирали А зрубили Такие палатки Как барак глухий И каждый собе Каждая семья Соби отделяла Простистрадлым Каким же там Удеялым Чемнял Ковалечек Такий Сколько там Не постель было А какиесь вот Привозили Здесь нам Козаки Трошки сразу Стали помогать Бо кто попадал Как говорили Старые поселки То там было легче А у нас вот Голый Соби было начать Застеп Ниц не было Ойче наш Кто есть небесвенче Имя Твое Приск Волеста Твое Будь воля Твое Как и в небе Так и на земле Хриба Нашего Пушиня Годай нам дичь И отпущем наши вины Как ими отпущами Нашим не давать Не у нас на упокушение Он не нас избав От злего Амен Здорово С Мария Ласки Спел на Панство Благослови нас Плохо Плохо Служи нас в темнедине Я стану благословен Живота Твоего Игорь Святого Мария Матко Вот еще Дмитрий, спасибо Спасибо за замечательную презентацию И доклад Сейчас мы переходим к вопросам Пожалуйста, Моника Вы идите Включите звук Первые вопросы К вам Сразу хочу сказать Что Кольге Тиховской Вопросов пока не поступило Если поступят То я их озвучу Пока Вопросов Кольге не было Значит Вопросы К Монике А еще Извините Про Андрей Вам Елена Кондрахина Пишет Андрей Большое спасибо Так Вопрос К Монике У Татьяны Косиневой Томас Венслава Согласен С тем Что он советский писатель Не знаю Не знаю Это хороший вопрос Он Может быть Что Он согласен Что это было Как бы Интегральная Его жизнь Как бы Интегральный период Его жизни Конечно Был Советский Союз Но Что он Советский писатель Это Очень хороший вопрос Я думаю Что он Как бы Интегрует Все Все Что он пережил В нее Жизни И не сделает Какие там Не знаю Не знаю Это Это Хороший вопрос Нет Подолжение Татьяна Косинова Пишет Вам Второй вопрос Можно ли Сказать Что Томас Венслава Сегодня Продолжает Оставаться Диссидентом Я думаю Есть Сегодняшний день Может быть Нет Но Если Будет Больше И больше Экстремизма И Национализма Тогда Он Конечно Будет Диссидент Опять Да Следующий Вопрос От Александра Даниэля Моника Ответьте Пожалуйста Изменилось Ли Отношение Правых Радикалов Квенслава После Его Возвращения Из Эмиграции Три года Назад В смысле Улучшилось Вернулся Или Ухудшилось Непосредственный Клинч Я думаю Что Так много Не поменялась Эта ситуация И Факт Что он Вернулся Не такой Может быть Важный В эту ситуацию Что важно В эту ситуацию Это Политика Это Или Или Литовский Дискурс Будет Продолжать Эту Либеральную Как бы Путь Или он Или он Будет Дальше И дальше Такой Радикальный Националистичный Национализм Как бы Этот путь Будет Больше Я думаю Что Политика Это Самое Важное Здесь Не Факт Что он Вернулся Он Написал Он Писал Всегда Писал Всегда В Литовские Медиа Он Был Активный Он Тоже Был В Конференции Литвии Он Жил США Но Он Здесь Тоже Был В Дискурсе И Факт Что он Вернулся Ничего Как бы Много Не Поменял Я думаю Понятно Спасибо И последний Вопрос От Ирины Ромкиной Она Спрашивает Как Балтушес Отнесся К Падению Советского Режима И К Выходу Литвы Из СССР Можно Повторить Вопрос Как Балтушес Отнесся К Падению Советского Режима В Литве И К Выходу Литвы Из Состава Советского Союза Он Хотел Бы Что Литва Стала Советский Союз Он Хотел Бы Да Хотел Чтобы Оставалось Но Он Умер 90 11 Году Он Не Видел Большую Транс Эту Большую Посоветическую Трансформацию Но На Это Время Он Был Был Про Про Советский Союз Понятно Спасибо Тем временем Поступил Вопрос А точнее Даже Не Вопрос А Просьба К Ольге Тиховской Ольга Появитесь Пожалуйста Ольга Я Здесь Я Просто Подключаюсь Ольга К Вам Просьба От Ирины Крайневой Скажите Пожалуйста Как Вы Определяете Биографический Факт Биографический Факт Это Реализация В конкретном Биографическом Тексте Сложной По совокупности Информации О Реальном Референции О событии Явлении Поступки О котором Мы имеем Только Ну скажем Опосредованную Информацию То есть Вот как я Для себя Определила Вот В нынешнее Время Потому что Раньше Обходилось Как бы Готовыми Раскладками То есть Я иду от того Что Есть Ну скажем Событие Условно Да Пока мы Его не оценили Не изучили Мы знаем Что Оно никогда Не будет Для нас Доступным Для изучения Референтом Но на основе Разных источников Создается Опять-таки Умозрительно Некий Биографический Факт Идеал Он становится Реальным Когда Воплощается Конкретным Биографом Конкретным Исследователем Поэтому Бывают Различные Как бы Воплощения Варианты Вот Некоего Идеально Существующего Отражения Реального Образа Вот так Вот я Объясняю Может быть Я Ой Я вас сейчас Я вас сейчас Не слышу А вы меня Слышали Мы Мы вас Слышали Прекрасно Ой Хорошо Ну вот Опять-таки Я Стараюсь Как-то Сказать Коротко И быстро Но видите Вопрос Очень Сложный Я хочу Напомнить Участникам Прошлых Чтений О том Что у нас Одни из Чтений Даже Посвящены Были Этой Проблеме Что такое Факт Биографии Что такое Событие Биографии И Может быть Мы к этому Вернемся На Следующих Конференциях Потому что Это очень Важный Вопрос Ольга Спасибо Вам Дмитрий Панта Появитесь Пожалуйста К вам Много Очень Вопросов Значит Вопрос Первый Ой Простите Вопрос От Виктории Андреевой А как Люди Из разных Стран Воспринимают Нарративы И всю Экспозицию В целом Конечно Мне тяжело Сейчас Ответить На этот Вопрос Необходимы Специальные Исследования Мы Открылись В 2017 Году Поэтому У нас Еще Таких Таких Исследований Среза Не было Мы Делали Частичные Исследования На Различных Группах Людей Как они Принимают Наверняка Как раз Нарратив Дает Такую Возможность Что Каждый Как я Говорил Переживет Свою Кульминацию В каком-то Другом Месте Поэтому Тяжело Исследовать Велика Якция Надо было Ловить Людей Которых Мы Встречаем Выходя Из Экспозиции Значит Специальные Исследования Не были Проведены Еще Слишком Рано Посмотрим Может быть После Пяти Лет Сделаем Такие Исследования Но Я думаю Что Разные Люди Видимо Имея Свой Запас Знаний И Фундаменты Исторического По-разному Будут Воспринимать Каждую Экспозицию Не только Экспозицию Нашего Музея Хорошо Следующий Вопрос От Татьяны Косиновой С какими Российскими Музеями Вы Сотрудничаете И как Складывается Это Сотрудничество Тоже Не напрямую Связано С моим Пиратом В принципе Есть Сотрудничество Такое Скажем Небольшое В зависимости По понятным Причинам Есть Определенные Разницы В подходе К Истории Второй Мировой Особенно Начального Периода Официальных Насколько Я знаю Отношений Прямых Нет Но имеются Такие отношения С различного Рода Историками Которые Работают В разных Музеях В том числе В глубинке России Которые Помогали Нам В разном Периоде Например Найти Респондентов То есть Вот такое Сотрудничество Чисто Скажем Профессиональное Имеется Я Либо Мои коллеги Писали Сотрудникам Какого-то Музея Пожалуйста Помогите Нам найти Свидетелей Детей Войны Участников Там Разные Темы Предлагали И вот Здесь Никогда Не было Проблем Всегда Предлагали И помещения И Людей Которые Мы могли бы Снять А Официальное Сотрудничество К сожалению Не в моей Не в моей Компетенции Понятно Спасибо Следующий Вопрос Это Ирина Крайневой Дмитрий Вы собираете Только интервью А Воспоминания Спрашивает Она То есть Тоже Собираем Конечно Интервью Воспоминания Воспоминания Если мы говорим Сейчас о письменных Воспоминаниях Например Но Когда Конечно У нас в библиотеке Имеется такой фон И интересная Инициатива Была Дирекция Нашего музея Потому что Эти воспоминания Насобиралось Какое-то количество А во время Коронавируса Понятная причина Три месяца У нас музей был закрыт У нас Есть Огромное количество Экскурсоводов Которые Не могли Работать И были На грани Банкротства Музей Предложил Что в свободное время Могли бы Перепечатать Эти воспоминания В программу Ворд И заработать За это Какие-то финансы Поэтому Вот таким образом Мы подтянули Хвосты По перенесению Письменных Воспоминаний Из тетрадей И Бумаг В документ В компьютерной Машинной Стоянии Понятно Следующий вопрос Опять От Виктории Андреевой Как Музеем Ведется Работа С молодежью Есть ли У музея Совместные Проекты С образовательными Учреждениями Как они Собирают Реакцию Посетителей Отличается Ли Восприятие Разных Возрастных Категорий Да Конечно С молодежью Работаем У нас Есть специальная Часть Экспозиции Которая Называется Путешествие Во времени Она состоит Из трех Комнат Которая Посвящена Только для Детей У нас Есть возрастной Центр Экспозиция 12 Плюс Меньше Возраст Дети Могут Только С родителями Прики У нас Конечно Есть 19 Различного Рода Музейных Лекций И на Главной Экспозиции На Детской На Которые Программа Школы У нас Есть Эдукационный Отдел Воспитательный Который Разрабатывает Эти Лекции И старается Для Школьников Подготовить Программу Реже Мне кажется Они Ездят В школы Но Чаще Школьные Группы Приезжают К нам На Место У нас Есть Две Эдукационных Студии Большие Плюс Пространство На Главной Экспозиции И Целое Пространство Для Экспозиции Детей Ну Переживают Мальчики Больше Военной Техники У нас Конечно Немного Ее Есть Потому Что У нас Музей Не Военной Техники Есть Элементы Дети Переживают Есть Карты Задания Они Рисуют Они Путешествуют Например Большой Популярностью Пользуется Такая Лекция Посвященная Энигме Потому Что Вы Знаете Наверное Что Английский Но И Часть Польских Ученых Приложились К тому Чтобы Расшифровать Эту Машину Шифровальную Немецкую У нас В музее Есть Одна Из Восьми Оригинальных Машин Которая До сих Пор Осталась В мире Жили После Войны Ее Можно Посмотреть Есть Возможность Зашифровать Сообщение Кому И Потом Повтораться Расшифровать Вот Это Большой Популярностью Пользуется Это Партиципация Наш Музей Наррационно Партиципативный Если Правильно Сказать И Использовать Профессиональную Терминологию Где Есть Возможность Именно Вот Эту Интеракцию В этот Контакт Экспозиции Войти Напрямую Спасибо Но Подождите К вам Пришел Следующий Вопрос Вопрос От Елены Кондрахиной И Она Сразу Предупреждает Что Вопрос О подходе К представлению Истории А не О темах А вопрос Звучит Так Сталкивались Ли вы С отзывами Посетителей Вашего Музея И музея Солидарности Интересно Какие Впечатления У людей От таких Разных Больших Экспозиций Еще раз Повторю Она Имеет Ввиду Разный Подход К представлению Истории А не О темах Да Конечно Задумка Была Такая Потому Что Наш Европейский Центр Солидарности Наш музей Это Буквально 300 метров Ну Или 500 Друг от друга И Задумка Была Такая Когда-то Насколько Возвали Две Институции Чтобы Этот Нарратив Объединялся Мы Показываем Период Второй Мировой Войны Перед И Заканчиваем На 45 А После 45 До 89 Года Ты Можешь Познакомиться В музее Солидарности Есть Такая Возможность Посещать Историю Понять Историю Польши В 20 Веке Посещать Два Эти Музея Конечно По Разным Объективно Субъективно Ситуациям Это Не Переросло В Формальный Конгломерат Но Есть Возможность Посещать Просто Не Пройдешь Объект Наш Музей Виден И С Материал Концептуально Разный Исторический Подход У нас Вторая Вторая Мировая Война Есть Элементы Дальнего Востока И Разные А Солидарность Это История Социального Движения Профсоюзного То Здесь Немножко Другие Аспекты И Другие Акценты Нужно Расставить И Они Конечно В пространстве Гораздо Шире Начиная С 45 Года Заканчивая С 9 У них Хронология Гораздо Дольше Чем У нас Главная Нить Хронологическая Это 6 лет География Другая Хотя У них Тоже Зал Который Говорит О Падении Коммунистического Режима Это Только Алимент Основная Часть Здесь Я бы Здесь Смотрел Что Исторический Процесс У них Более Растянут И Хронологически Шире И Аспект Поставлен На Историю Изучения Профсоюзного Движения То есть Именно Сопротивление Сопротивление В Обществе Интеллектуального Сопротивления Сопротивление Вот Во время Второй Войны Я Неустанно Повторяю Что Самым Большим Фронтом Второй Войны Был Фронт Повседневной Жизни И Это Не Нужно Оббывать Спасибо Дмитрий И Два Вопроса От Александра Даниэля Первый Вопрос Вот Фрагмент Фильма Который Вы Показывали Это Высланный 1936 Года Да Это Высланный Поляки Немцы В 1936 Году Из Украины Северный Казахстан Спасибо И Второй Вопрос Опять же О музее Это Александр Даниэль Спрашивает Это Музей Второй Мировой Войны Или Музей Польши Во Второй Мировой Войне Например Входят Ли В главную Экспозицию Материалы Из Неевропейских Регионов Например Юго-Восточной Азии Да Конечно Это Музей Второй Мировой Войны У нас Имеется Три Зала Освященный Войне На Дальнем Востоке Так что Стараюсь Как только Мы могли Конечно В первую Очередь Здесь Показан Опыт Польши Европы Мы Смотрели Так Если Была Возможность Показать Троичным То есть Город Гдань Если Пример Имелся Потом Польша Потом Весь Мир Вот По таким Радиусам У нас Расходилось То есть У нас Если Какое-то Событие Было Мы Старались Ихать Пример К этому Событию Например Разрушение Либо Завершение Войны Убрали Пример Гданьцев Который Разрушен И дальше И дальше Да У нас Умеются Элементы Дальнего Востока Если Конечно Приглашают Коллег Посетить И посмотреть Как это Выглядит В Реальность Понятно Дмитрий Но Большая часть Вопросов Была Про Ваш Музей Который Всех Заинтересовал А Мой Вопрос Все-таки По теме Вашего Доклада Спасибо Мэрина Всегда Вопрос Такой Скажите Вы же Когда Работаете Со Свидетелями Вы Записываете Большие Длинные Нарративные Интервью Ну Как В общем Все записывают Здесь Я даже Не спрашиваю Таких Уточнений Это Длинный Рассказ О Семье О Традиции О Праздниках Обо Все И Дальше Значит В этот Нарратив Плетены Какие-то Трагические События Истории 20 века Скажите А вот В экспозиции У вас Присутствуют Ведь только Фрагменты Из этих Интервью И Посетитель Не может Даже Если Заинтересуется Посмотреть Больше Рассказа Этого Человека А вот Расскажите Именно Как Вы Делаете Вот Эти Уровни Уровни Тематические Ставите Либо Какие-то Теги И Делаете Либо Возможность Для Посетителя Услышать Всю Историю Какой-нибудь Жительница Польши Или России Неважно Даже Если Она Наговорила Вам Свою Жизнь На 6 Часов На 8 Часов И так Далее Да Конечно На Экспозиции Нет Такого Возможности У нас Имеется Возможность Двоякая Во-первых Есть Открытая Публичная Научная Библиотека Специализированная Где Мне кажется На 50 Языках Мира Имеется Литература Второй Мировой Войне Со Всего Мира Одна Из Лучших Имеется Возможность Послушать Нашим Археум Историей Приходишь Есть Возможность Отслушать Вторая В прошлом году Под сайт На нашем Сайте Где Эти Интервью Публикуются Конечно Мы Начали С Польских Проще Найти Волонтеров Дальше и обратиться к музею за предоставлением права на использование фрагмента либо этих материалов, которые там представлены. Вот таким образом. Если хочешь прийти, можешь сесть и послушать. А второй, конечно, удобнее просто это смотреть. И каждую неделю обновляются, добавляются все новые и новые интервью. Идея такая быть, чтобы все их представить на нашей платформе. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эти фрагменты, которые вы представляете в экспозиции, то место, где находится монитор и где можно послушать свидетеля, можно ли воспринимать это место внутри музея своеобразными тегами к воспоминаниям? Да, то есть если бы мы смотрели на экране, мы бы разделили интервью на некие вехи, периоды, исторические периоды и давали бы какие-то фрагменты. А у вас тегами действительно является сама экспозиция или это как-то иначе? Да, конечно. Даже если тот же самый человек у вас представлен несколько раз в разных... Да, есть такие люди, которых в истории появляется несколько раз на экспозициях, тоже было продумано, чтобы человек уже как бы, зная лицо, захотел, может быть, познакомиться. Конечно, они всегда получали, у всех были такие ситуации. Один Соленго Сашевский, например, он помнит, как советские войска в 30-м году заняли Львов, оккупацию в СССР после 1730-го года, потом его отца убили в Катыни, поэтому он вспоминает об отце, он появляется в другом зале, посвященном катынинскому преступлению и так далее, и так далее. Действительно, это как теги. И получается, вся сценография, которая строится вокруг вот этого мультиидеального песка, она помогает нам этот нарратив, эту повесть показать и рассказать. То есть имеются конкретные, чаще всего экспонаты, например, связанные с этим человеком, с этим событием. Чтобы это дополнять, то есть мы называем эту нарративную экспозицию как визуальная историография. Что вся визуальная историография, сценография, артефакты, воспоминания, карты, которые на полу полиции, это все в композиции дает нам возможность как можно более глубоко и широко показать представленную проблему. То, что наш музей, он как бы не типовой, мы могли архитектуру подчинить нарративу. И благодаря этому мы, уже историки, думали, как это сложить, чтобы не выказать максимально мощно вот эти вот воспринимательные, самые эмоциональные вещи, которые у нас появляются. Поэтому человек, когда приходит, он понимает, в каком месте находится и о какой более-менее историческом моменте будет этот рассказ. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Похоже, у Ирины в Лиге возникли какие-то проблемы со связью теперь. Поэтому я от имени организаторов хочу сказать спасибо всем участникам и всем, кто с нами был эти два дня на этих чтениях. Еще мы хотим отдельно сказать большое спасибо Польскому институту в Санкт-Петербурге за помощь и поддержку в проведении чтений и изданий сборника. И мы надеемся со всеми встретиться вживую в следующем году на следующих чтениях, которые будут уже в апреле 2021 года. Спасибо большое. Всего доброго всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok